55 на 45 пользу, наверное, Сибачу будет. Подпиши этот контракт, так твоя жизнь станет лучше. В целом ты весь контракт одобрил? Ты сейчас пытаешься находить для себя какие-то возможности, чтобы у тебя было преимущество? Сейчас это значение не имеет, это вы в бою и так увидите. Я в любом случае на твою жизнь повлияю. Той речи, о которой ты сейчас наговорил, там много нестыковочек. Ты представляешь долбаный Амкал. Я абсолютно адекватно к этому отношусь. Что с тобой не так? Я уверен, что эта история не могла закончиться чем-то трагичным. В первом раунде кто-то в яму свалится и мы с вами все это увидим. Всем привет, это новый выпуск стола. Сегодня у нас долгожданный состав. Сибач, райзен, Камил Гаджиев, Фидос и Некит. И я красиво. Ладно, короче, мы вас долго-долго пытались вас собрать за один стол. По-моему, несколько месяцев. Еще до истории с боем. И наконец-то удалось, чему я очень рад. Были шансы, что мы могли бы раньше здесь оказаться. Но то я уезжал, то там какая-то история, когда Диман сюда приходил, хотели меня позвать. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Однозначно. Идеальный тайминг, я считаю. Да. И про Бога, если что, поддерживаю. Да. А Камил открыл просто цитаты на телефоне. Сейчас будет мать. Да, это еще не дошло. Эти-то у меня пока в голове. Чуть более сложный, да, потому что слова сегодня придется подбирать. Потому что у ребят пока нет консенсуса, понимаете? А мы здесь для чего? Для того, чтобы они дали по рукам. Ну, в том смысле слова, что дали по рукам, что бой будет. Они просто помирились. Мы встали и ушли отсюда. Это наша задача. Я в этом более чем уверен. Какой сейчас статус? Расскажите нам. Медийный. Это понятно. Бой медийный, но контракт. Дорогой, блин. Слушай, ну небольшие есть разногласия, я так понимаю. Пока одно. Какие? Все разногласия ниже пояса сейчас. В целом, да. Ты, прежде чем ты скажешь по моменту с правилами, в целом ты весь контракт одобрил? Все нюансы там прочитал? Я вообще не читал. Я вот конкретно хочу взяться и перечитать этот контракт. Посмотреть, когда выплаты и прочие моменты. Ты же понимаешь. Ты же подписал уже его. Ну и что? Я могу с ним ознакомиться. В любом случае, его не подписал Андрей. Это значит что? Что если Андрюхан его не подписал, значит нужно будет новый контракт подписывать. Правильно? Потому что он должен быть подписан с двух сторон. Нет, твои подписи достаточны на самом деле сейчас. Значит все, я уже. Нет, если Андрей его потом подписывает, ты потом читаешь свой, у тебя нет никаких вопросов, все остается как остается. Если вопросы возникают, мы их всегда обсудим. Ну вот, кстати, здесь Андрей приезжал в одно мое заведение, мы посидели, он как раз по контракту прошелся. И все эти вопросы практически уже задал. То есть с ним одно у нас только пока. Слушай, но в целом мне был сам факт интересен, какие нюансы в этой сфере. Хотелось бы сразу ознакомиться. А во-вторых, там моментики такие. Я так понимаю, там был типовой контракт для бойцов именно. Там было указано соблюдение веса какого-то, соблюдение. Ну про замену, понятное дело, но то, что это все поменяют под нас. Ты же понимаешь, никто не будет четко придерживаться профессионального контракта, даже со стороны промоушена. И Камил не в том положении, чтобы нас подтягивать за каждый пункт. Мы не профессиональные бойцы. Мы должны подраться, чтобы выяснить, кто из нас просто сильнее. Ты понимаешь, что не просто схватка там, меня с тобой. Ты представляешь долбанный Амкал. Я когда буду тебя бить, дай бог это произойдет в октагоне. Я буду думать, что я бью Амкал, и мне тоже может стать немножечко приятней. Кстати, Федя, я очень удивлен, что ты не в кипе Амкала, как это было на прошлом столе. Ну так мы же двигаемся. Тебе к лицу. Спасибо большое. А кстати, Федь, ты как считаешь, это противостояние, оно каким-то образом Амкала касается? Мне кажется, нет. Да тебе и кажется, что вы в Саратовске договорники играли, бать. Я спрашивать вообще не говорю, Федя. Не, ну Федь, согласись, вся команда пипец как сильно будет болеть за Сиба. Все будут хотеть, чтобы он был райзен. Так же будет болеть, как в Белоруссии. Слушай, ну вылезка хорошая. И однозначно она делит как бы даже не фанатов там и участников проектов, а в целом даже аудитория. А воздуханов от людей, которые подписывают контракт, например, она делит. А человека, который прям мощнит по поводу того, что он хочет бить ногами два часа. Я не могу понять вообще, что с тобой не так. Ты сказал, что тебе достаточно 5 миллионов, чтобы тебе разбили ебало. Тебе принесли 5 миллионов. Сказали все, подставляй свое лицо. Я начал тренироваться. Я подписал этот контракт. Ты сейчас пытаешься находить для себя какие-то возможности, чтобы у тебя было преимущество. Да, у тебя будет ебанутое преимущество, если ты будешь использовать ноги. Я их не могу тренировать. То есть ты хочешь для себя найти оптимальные какие-то, я не знаю, рамки, в которых ты без шансов меня победишь. Я тебе говорю, Андрюх, подпиши этот контракт. Так твоя жизнь станет лучше. Потому что в ГТА-РП, если мы встретимся, я все равно тебе за то, что ты вообще писал в целом и как ты это преподносил, я в любом случае на твою жизнь повлияю. Ты подлый мерзкий человек. И я самый оптимальный способ нашел выяснить отношения с тобой. Отлично. В целом это очень красноречивая, красивая речь, поставленная уверенно. Ну лучше, чем у тебя. Сто процентов. Я очень плохо говорю, и тем более, когда это вживую, когда можно накидывать, особо не апеллируя какими-то пруфами и так далее. То есть, когда можно все подряд накидывать, слова там воздуха и прочее, конечно, ты хорош, ты великолепен. И я готов тебя аплодировать, очень красиво. Но в той речи, о которой ты сейчас наговорил, там много нестыковочек. И даже если глубоко не копаться, то основной момент, который ты пытаешься поставить на то, что я съезжаю, что я, может быть, боюсь, еще какие-то нюансы. Ну, очевидно, что с твоей стороны тоже не было условия изначального, когда ты кинул, так сказать, вызов. Я тебе не кидал вызов. Ну, так и было. Я написал, дайте мне 5 миллионов, и я выйду подерусь. Камил пришел с контрактом, я говорю, Камил, давайте так, без борьбы. Не перебивай, вот именно в этом моменте ты тоже не говорил, мы бьемся только руками. Там был озвучен октагон. Октагон для меня, смотри, это в целом то, что там происходит. А обычно там происходит месилово, всеми частями тела. И борьба, и все остальные нюансы. Бля, как я твой рот выебать хочу, ты себе не представляешь, просто ты удивительный человек. И мне очень нравится, как ты прямо сейчас в себе, прямо гнев я чувствую. Невозможно, ты даже не можешь себе передать, представь себе немножко какой гнев. У меня трясутся руки из-за того, что я первый раз в жизни по лапам бил. Это оказывается охренеть как сложно. Я дохрена тренируюсь, и я просто блюю на этих тренировках, знаешь, что ты еще в теории не подписал долбанный контракт. Ты человек, который пытался меня за религиозные какие-то вещи подтянуть. Сказать мне то, что я... Нет, подожди, не перебивай, ты же что-то сказал. Давай сейчас обозначим, смотри, у меня много друзей, которые исповедуют ислам. Если ты хочешь узнать, как я отношусь к религиям, я тебе скажу, великолепно я к ним отношусь. Знаешь почему? Потому что недавно я был в Европе, и я замечал некоторые вещи, которые не состыкуются с моим понятием, как должен работать мир. И вот благодаря, допустим, исламу, мир остается в каких-то адекватных руслах. Согласен. И если ты думаешь, что я когда-то что-то пытался оскорбить, то это подтянутые вещи. И ты это подло подтягивал, пытаясь, чтобы с меня спросили. Я себе позволил вещи, которые не должны были позволять, я за них извиняюсь, этого ни в коем случае нельзя делать. Но я и попросил, чтобы эти вещи там не стали там выкладывать и прочее. Мне сказали, да, окей, но потом выложили. Потому что, понимаешь, я себя здесь как чувствую? У меня есть видео, допустим, я о нем уже говорил в интервью Крисевы, где игроком кала боссом, блин. И я его не буду выкладывать, потому что это максимально может. Подожди, дай я сейчас скажу. Ты слишком много уже говорили, понимаешь? Ну какая разница, это стол. Хорошо, хорошо. Будешь потом свои панчлайны закидывать, как в своих дисках беспонтовых. Я тебе объясняю. Я этого никогда не сделаю. Потому что после того, как я закинул Крисеве вот эту тему, мне этот игрок набрал и сказал, дружище, не подтягивай меня, ваши конфликты и прочее. Я говорю, базара нет. Я не буду этого делать. Ты снова сейчас об этом вспомнил. И разве это не... Ну я вспомнил, ну и что? Я же не показываю, кто не говорил и прочее. Но ты провоцируешь выяснить эту ситуацию. Я не буду ее выяснять. С моей стороны этого не будет. Но сейчас ты спровоцировал. А если тебя игрок набрал по этой теме и попросил не подтягивать тебя... И я его не подтягиваю. Да, да. Как ты думаешь, ему там нравится, что ты вспоминаешь... Слушай, я ему дал обещание от себя. То, что я не буду дианонить эту всю историю. И я этого не сделаю. Что бы там ни происходило. Пусть этот подъезд что угодно. Смотри, теперь вот, ну вкратце буквально ответ. Потому что там много чего хотел сказать. Но не буду, потому что уже эта история затягивается. Но момент именно с подлостью здесь я со своей стороны не ощущаю. Сейчас я объясню почему. В целом были также моменты, когда меня люди просили какую-то тему не задевать, не поднимать. Я абсолютно адекватно к этому отношусь. Если бы был какой-то звонок или разговор адекватный, я бы абсолютно не пытался бы человека унизить. Все-таки я увидел момент, когда ты стал перегибать. Я в твой адрес, если ты заметишь, даже когда Егорова там рофлил, поддушивал, я не обращал в твой адрес внимания. Я наоборот тебя на ранних этапах еще старался поддержать. И вонкали в том числе. Я не знаю. Нет, вопросов нет. Я за это тебе благодарен. Ты хорош. И когда ты уже, ну ты был членом нашего коллектива, конечно, я был за тебя горой, что бы ты там ни делал. Но когда ты начал уже перегибать, конечно, я воспользовался вот этим оружием, которое не является подлостью, я тебе объясню по той причине. А слова «подтянуть» у вас придет, «подтягивать». Это что ты имеешь в виду? Да, я вот просто по этому договорю. Просто я очевидно понимаю, что да, ты там сболтнул лишнего, но основываясь на видео, то там максимум можно извиниться. За это нельзя очень жестко наказать человека что-то еще. Ты же садишь, есть люди, которые не просто хотели, чтобы я извинился. И я с ними встретился, и мне пришлось выяснять отношения. Это не самый приятный опыт, я тебе хочу сказать. Я уверен, что эта история не могла закончиться чем-то трагичным или очень таким жестким. Иначе бы я это бы не поднимал, потому что я все равно рамки ощущаю. Я не хочу, чтобы какой-то человек реально испытывал дикое унижение или тем более физический ущерб. Это ты сейчас так говоришь. Нет. Это ты сейчас так говоришь. Просто для тех, кто... Сем, а мы ближе к бою, как считаешь, вот сейчас 10 минут прошло, да? На самом деле оба, они вообще находка для промоутеров отвечают. То есть вот в ММА всегда люди, которые делают ММА, они всегда заинтересованы в том, чтобы люди были, которые выступают в главных боях, были именно такие, чтобы им было что сказать. Это супер. Вы сами как считаете, мы ближе к бою стали? Вот за 10 минут или нет? Как будто бы мы по ситуации... Мы уже дальше ушли, как будто бы, да? Разногласия мы точно не решаем. Но я просто хочу прям секунду пояснить тем, кто не понимает вообще, о чем речь. Как я понимаю, был фрагмент из видео, где... Короче, объясняю. Был фрагмент. Мы играли первый матч в Одинцово. Амкал Броуки. И там что-то они вкидывали их болельщики. Я им сказал то, что всевышний свидетель, вы на МКСе проиграете. Только я это сказал. Ну давай, не будем. Да, я сказал то, что не проиграете, а в милициприятные форумы с использованием мата. Это нельзя делать ни в коем случае. Потому что в одном контексте мат не должен. Я за это, извиняюсь, я звонил уже родственникам, потому что вы сами понимаете, ну, у меня тоже родственники имеют отношение к этой общине. Я даже общался с духовными лидерами, тоже некоторыми, и объяснил им свою позицию. Они сказали, конечно, ну, как бы, тут извинения нужны, и свои извинения я всем приношу. Такого нельзя делать. Но ты знаешь, кому ты адресовал то сообщение, когда за это нужно спросить и прочее. Ты знаешь, кому ты адресовал. Ну ты же понимаешь контекст. Ну я тебе говорю, твой контекст. Просто секунду, давай еще объясню. Потому что был этот фрагмент видео, ты всех попросил его не выкладывать. Я попросил Германа не выкладывать. Я сказал, да, не вопрос. А я вообще не знал, что он тебе кажется. Ты крыса, которая держала этот кусок. Подожди, у тебя он был в запасе. Ты там какие-то факты, у тебя там что-то там на всех какие-то там факты есть, которые ты потом скроешь. Ты это держал до того момента, пока вы не отсосали на МКС. И только потом ты взял это и выложил. Ты это не сразу сделал. Если бы ты хотел нравоучениями заниматься. Нет, я не хотел нравоучениями заниматься. А чем ты хотел? Когда ты начал делать, я же только что объяснял. Когда ты начал перегибать. Перегибать. Слушай, а что ты тогда не кидываешь, я не знаю, на чужого, который перегибает у вас каждый раз. Долбанная мошка, я ее маму. Она за меня, кстати, была. Весь мир против меня, сука. Сейчас мы отдаляемся от точки нашей главной темы. Не, 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 подожди, дружище. Тогда, если ты такой мистер справедливость, тебе нужно было поговорить с Черным, который просто из-под кишка делает подсечку из-за того, что я у него спросил, зачем он говорит, что он кого-то воткнет. И я падаю, бля, плашмя долбанным затылком почти. Вы вообще команда беспредельщиков по факту. Алло, я не приукрашиваю. Я даже не злюперевался. Ты бегаешь на поле, хватает людей за Шиурет. Ты какой ожидаешь реакции? За Шиурет, когда мне говорит Кузя, что он меня убьет. А зачем ты там вообще оказался? Потому что это футбольное поле, на нем надо бегать. И я решил пробежать. Слушай, ну вы пропагандируете, вообще насилие уже давненько. Ну в чем? Егоров прямо говорит, что будете пиздеть, получите пизды. А ваш экс-капитан, который вас покинул, вообще он болельщиков бил. Так что, мне кажется, эта история не в конкретном случае началась и разгорелась. Сибач, ну давай зафиксируем вот эту историю и закончим ее. С тем видосом, который ты выложил. После которого... Да, видос был, но в целом он был на самом деле безобидный. Конечно, я там нагнал пурги, чтобы это было веселее. И по факту я четко понимал, что за это никаких жестких последствий быть не может. Ну максимум реально извиниться. И все. Какие в итоге были последствия? Я не буду о них говорить, но они были решены. Жесткие. Ну я тебе так скажу. При определенных обстоятельствах это могли быть крайне плачевные последствия для меня. Ты мою жизнь поставил под угрозу. И это тот косяк, который у тебя передо мной. Как бы ты... Я эту мошку... Ты больше не доживешь до боли. Ты наел? Тебя, честно, меня мошка убить может. Что со мной сделать Сибскана, который на 10 килограмм больше. Еще и ноги. Еще и ноги. Еще и ноги. Тоже не забывай давай. 71 вес почему-то не поднимается. Я не понимаю. Слушай, нет. Но все-таки эту ситуацию хотелось бы устаканить. Я сомневаюсь, что у тебя были на самом деле проблемы. Мне кажется, ты сейчас чуть-чуть... Хорошо. Если я тебе докажу, что это так, что тогда ты сделаешь? Ну сейчас же ничего не изменится. Но в целом, я бы, если бы знал, то есть как будет, если это было жестко, я бы не стал бы это использовать таким образом. Гений, блядь. Ну а что тебе сказать еще? По факту. Ну да, по факту. Просто подставить, а потом сказать, не, ну я не знал, что ты так упадешь, блядь. Слушай, ну в юности я пожестче подставлял людей. Пальцев люди лишались. Была такая история. Ну ты согласен, что переборщил или нет? Слушай, ну нет. Ну там же, по факту, само видео, ну в любом случае, человек должен нести ответственность, когда камеры включены, и ты что-то говоришь. Абсолютно прав. А во-вторых, если бы там была прям вообще какая-то жесть, я бы это не использовал. Я повторюсь еще раз. Если бы я предполагал, что за это будет какая-то жесткая, не знаю, наказание, возмездие, что-то еще. Разные люди есть. Некоторым достаточно сказать, дурака не подтянут. Ты же сам понимаешь. Пошел. А про что значит там? С него даже еще не спросили. Ты говорил. Что это значит? Что значит спросить человека? Что значит? Что сказать типа, Артемка, ты был не прав? Ну, мы же... Ну ты же еще не раз этой темы касался. Ну знаешь, вот сейчас вот ты как всегда вот по этой тонкой грани ходишь. Птичка в том, что мне же нужно как бы пурги нагнать, я по этому говорю, блядь, я такая пизда будет за это. Ну очевидно же, что это не так. Ты что, я тебе говорю, ты дурак или как? Ты подставляешь безопасность людей. Я тебе говорю, это неприятные вещи, с которыми можно в жизни столкнуться. Ты мою жизнь поставил в опасность. Ты это пишешь, вызывая общественный резонанс. Ты не отдаешь себе отчет. Ты мне сейчас должен. Ты мне сейчас должен. Знаете, что мне нравится? Сейчас поставишь, пытаешься себя в сильную позицию поставить. Нет, так не получится. Нет, в индустрии медиафутбола. Что мне нравится? Может это связано, ну а вообще это много с чем связано. Если бы сейчас сидели и два представителя индустрии единоборств, учитывая, что это супер медийная программа, стол, и она же выйдет, и ее посмотрят миллионы людей, они бы уже дрались в рукопашную. Потому что они друг другу сказали несколько вещей, после которых люди у нас в индустрии, они бы дальше не продолжили. А эти красавцы, потому что они понимают, что нужно словом, слово на слово, слово на слово. И где-то должна истина родиться. Правильно? А здесь в ММА уже драка была бы, в рукопашную давно пошли бы, и все, и боя бы не было. Мне кажется, что реально вот из-за таких слов, которые особо даже здесь, не какого-то супер вау нету? Нету, нету. Уже бы давно зарубились. А то, что вообще? Ну а по вашему мнению, вот бой должен быть с ногами, с руками, по правилам бокса. Вот как вы думаете? Ну смотри, Никит, на самом деле, скажу пока такое. Я готов делать этот бой по любым правилам, которые устроят обоих. Меня и Сибыча. Ты вообще лох. хорошо парируешь удары. Может быть, где-то выдержишь? Давайте неодновременно. Так, извини. И поэтому... Ты хорош. Я вам сказал, что ты лох. Нет, я такого не говорил, где это было? Записано. Опять на камеру попал. Соответственно, мне, честно говоря, честно, все равно, я могу сказать одну вещь. Она именно связана со спецификой. Чем меньше будет разного рода техник использована в бою, тем, конечно, лучше. Почему? Объясню. Потому что чем необученным людям, хотя за полгода вы пройдете оба большой путь, если необученным людям предложить делать много того, чего они не умеют, то это может выглядеть комично. Например, там, бороться. Но это вообще плохо может выглядеть, вообще криво. И смешно. И смешно. Просто смешно. Поэтому самый лучший вариант, самый лучший сценарий это обычная, понятная всем драка. В этом феномен определенных кулачных боев, когда люди просто берут и рубятся. Разница в том еще, что на них не будет одежды, только шорты, да? Шорты будут? Шорты. Шорты, да. Кстати, еще лосины разрешены у нас. Вот. Ну, это ваша тема, анхальская. На всяких случаях. Вот. И не за что схватиться, но в целом, просто драка. С ногами, здесь получается, там, Симскана прямым текстом говорит, это мое преимущество, я хочу его использовать. Райзин говорит, что я не хочу давать вам преимущество, мы должны быть абсолютно в равных шансах. А сколько тебе давать преимущество? Ты на 15 килограмм меня больше. Был 10. Блядь, 5 килограмм добавил, мое преимущество. Сколько ты сейчас весишь? Слушай, ну так вот, давай, давай, скажи, 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 у тебя вес устраивает. Я объясню проблему. Если на руках, я объясняю проблему. у вас 10, повесь на ноги себе два утяжелителя по 5 килограммов. У вас будет одинаковый вес. Хорош. Отличная шутка, ты очень в тему на этой передаче. А еще знаешь, можно клизму сделать. Минус 2. Минус 2, да. Еще можно воды в рот набрать, тоже 300 грамм будет. Давайте как-то решим вот эту историю. Смотри, нюансы все-таки выскажусь. Получается, есть момент, я так понимаю, объективный, потому что ты сразу сказал о спине и в том числе борьба. Я не знаю, ноги тоже, наверное, сильно влияют на спину или нет? Чтобы тебе бить, тебе нужно заворачивать корпусом полностью. И это равно ты будешь заворачивать спину. Ноги могут быть, но ты можешь ими не бить, в принципе. Я справлюсь. Что, в латуре гений? Да. Хорош. Вообще, я хотел бы маленько потренировать удары по лицу. То есть, поебальничку с ноги, мне кажется, очень красиво. Потренируешь, объясни мне, с чего вдруг ты, человек, который обозначил, что тебе нужно 5 миллионов и ты готов выскочить против любого, я обозначил кому, что мне нужно 5 миллионов и правила, которые я ему сказал. Это не сразу было. В смысле? Это было, когда мне принесли контракт. Сначала ты, так же, как и я в телеграме написал, что ты готов драться со мной. Да, за 5 миллионов. Я так же написал в телеграме, а потом уже стала правила один в один история. Хорошо, ты хочешь что? Чтобы тебе дали ноги? Ну, хотелось бы с ногами, конечно. Ты этим гвандо занимался? Я даже не знаю, что это такое на самом деле. Как это выглядит вид спорта? Чем отличается от условного карате? Почему ты должен уйдать столько преимущества здесь? Почему ты не хочешь равной драки? Почему ты сказал про тхэквондо? Да, потому что, я не знаю, какая-то инфа прошла, что ты занимался тхэквондо. Очень-очень сомнительно. Поэтому я и сказал, что я не знаю, насколько это правда в своем комментарии, который был. Ну, все, договорились. Я просто не понимаю, что с тобой не так? Почему ты не хочешь в равных условиях? Ты спортсмен, ты издеваешься, ты всю жизнь своим долбанным. Слушай, но вот есть нюанс, что у меня вот с руками не очень хорошая история. В чем? Ну, как раз где-то в процессе драк, где-то просто ломал и вот не очень качественно срослись. И переживаю, что в процессе подготовки Что именно? Ну, кисти срослись. То есть, условно говоря, если прям показывать, я не могу отжаться нормально. У меня не сгибаются кисти нормально. Я не знаю, станет ли это помехой или нет, но в процессе тренировки возможно вылетит такая история, что тебя затейпируют. Я, кстати, на это предложил, что давай ты без рук. Он без ног. Возможно, поэтому ноги мне в целом не помешали. пусть ногами бить давай. Ты без рук, а я без ног. Но ты ногами бьешь. И без языка еще. Договорились? Это медийная история, конечно. Ты понимаешь, ты себе находишь типа жесткое преимущество, когда оно у тебя и так уже есть. Куда ты его кратно множишь? Скажи мне. Ну, я бы не сказал, что кратно множу. Да куда? Ты издеваешься? Ты спортсмен, который весит на 10 килограмм больше. 10 килограмм это большая ростя. Я не знаю, что, мне жрать надо. Я целыми днями жру, а я не могу набрать этот вес. И ты при этом для себя все равно каких-то условий находишь. Гля, Андрюхан, просто определись. Соль не ешь много. Ты мне должен. Да не должен я тебе. Давай не придумывай. Мы попадем в мир ГТРП, где я тебя спрошу. Так не работает. Самый оптимальный способ здесь и сейчас это выйти честно и подраться. И правильно говорит Камил, я не могу долбаные ноги тренировать. Ты удары все равно будешь тренировать. Мы будем в неравных условиях. Мы и так в них в неравных условиях находимся. А разговоры о боях это одно. Вот сейчас ты приобретаешь историю, что что-то я там должен, какой-то мир ГТРП. Это нет. Это абсолютно туфта. Так не работает. Это ты так решаешь. Нет, нет. Так не работает. Не знаешь, что ты там решаешь. Я не тебя спрашивал. Я тебе факт сказал. Который в моем мире существует. Как оно там у тебя, это другая история. Ты подлец, блин. И мне это не нравится. Поэтому будь добр. Подпиши контракт. И все вопросы будут сняты. Рубанешь меня, я тебе скажу, красава. Реально хорош. Выиграешь меня там, я не знаю, решением. Я тебе респект выражу. Ни одной претензии к тебе не будет. Но ты просто как тёлка. Хочешь себе нереального преимущества, знай про мою долбаную спину. Сука, зачем я сидел и играл в компьютер в неправильном положении, бля. Я бы тебя так разъебать бы тоже ногами хотел. Но я просто понимаю, что я закатаюсь. И это будет большой минус для моего будущего. А мне ещё ездить по разным приятнейшим странам. Ну вот такой разный мир мне нравится. И в то же время мне нравится, что у тебя прям лютая ненависть есть. Мне даже, мне даже маленько самого это поджигает. Прямо с ноги хочется прописать. Да, реально хочется выйти и ногой. А заколкует. Маленькое лирическое сцепление. А за кого будет аудитория? За него, конечно, будет. Да нет, например, Некит говорит, что он за Райзен. Некит, да. Вы же дрались. Ты вот день у меня поддерживаешь, я с кем не приду на этот стол, ты против меня постоянно. Я тебе могу сказать, все люди, которые в медиафутболе, не берём, не знаю, там, болельщиков. Даже Егоров. Все будут хотеть, чтобы я тебя рубанул. Даже Егоров? Но тысячи людей. Я хотел как раз у Некита спросить, у непредвзятого человека. Ты как считаешь, если взять там 100% аудитории, медиафутбола, то как голоса разделятся? Люди за кого будут притапливать? Ну, честно, если учесть, что чуть-чуть больше, может быть, аудитории у Амкалы, и там они своих, ну, где-то 55 на 45 пользу, наверное, Сибычу будет. Но, мне кажется, когда бой начнётся, многие из этих ребят начнут притапливать за Артёма, потому что, мне кажется, он просто пойдёт в Талова драться, не защищаясь. А мне казалось, что аудитория медиафутбольная в целом, Сибскана не любит, хоть и читает, а Разина не любит. Вот, возможно, интересно по этому. Мне кажется, условно-нейтральная аудитория какая-то, их обоих не любит, мне кажется. Вот, и... Вопрос кого больше. Вот, вот, ну, честно говоря, я не могу сказать, кого больше, но они точно такие. Герои, почему они не популярны? Понятно. Так же часто и бывает. Отписывай, блядь. Я, наверное, всё-таки за Сибыча буду, хотя я говорю, что мне... Мне далеко не понравится. А вот эта, кстати, история с тренировками, это же пиздец ушатывает организм. Я в охуе сам, блядь. Чё ты думаешь? Я в шоке сам. Я блюю, ёп ты, блядь. Я сижу, блин, и думаю, этот урод не подписал контракт. А я уже вижу, блядь. А у меня уже ощущение, что я просто, блядь, на Марсе где-то. А ты что, блядь, Да как? То, что ты будешь блевать, ты не ускоришь, чтобы он подписал контракт. Но если смотреть на заграничные кейсы... А вес меньше станет? Давайте не одновременно. А вес станет меньше? Да, блюда. Это не туда вообще. Если смотреть на успешные кейсы, которые там за границей были, те же, которые там, FIFER и KSI перешли в драки и сейчас стали суперспешными, они именно дерутся по правилам бокса. Это собирает стадион, и это интересно зрителю. Поэтому, не знаю, может вам договориться первый бой, там, если успешно пройдет бокс, это там дальше уже думать. Ну, надо же быть... Смотри, Никит, здесь надо быть объективными. Кто его знает про второй бой? Ну да, если бы я. Будет он вообще когда-нибудь, не будет? Может, я умру. Так-то я могу вам сказать, что, парни, я очень сильно удивлюсь, очень сильно удивлюсь, если после первого боя ни один из них больше никогда не подерется именно в профиках. Я очень сильно удивлюсь. Это такая штука, она затягивает, есть прикольный адреналин, ты перестраиваешься, ты зарабатываешь бабки, ты получаешь новую аудиторию. Это то, что, ну, хотят очень многие мужики. Они просто еще об этом не знают. Я очень сильно удивлюсь. Я вообще подумал, что, ну, Сибскана, он как бы с его здоровьем, если он может, захочет, то он может в этом вопросе очень далеко зайти. Именно в своем движении в ММА. Ну, в ММА. Он же не молодой парень. Ну, молодой. А что, он старый, что ли? Немножко, да. 38. Да, в чем тут? Ну, а что такое 38 лет? Насколько 38? Он же для футбола, может, староват, но для ММА он этим не занимался, у него есть энергия. Года на три, на четыре его хватит. Прежде чем продолжим, напомню, что партнером выпуска является фонбет с закрепленным комментарий и ссылкой на регистрацию по промокоду БРО 2000 фрибетов. Играйте, но не увлекайтесь. Камил, вы грамотный переговорщик. Вы, наверное... Ну, никак не могу пока... Не таких бойцов уговаривать. Нет, ну, в целом... Как найти тут консенсус? Нет, ну, в целом, в чем суть? Я обозначил позицию, да? Я в целом не хочу реально какого-то боя, чтобы он был неравный изначально. Борьба, поэтому отметалась сразу. Многие я объяснил, в чем это, так сказать, преимущество мое, в том числе, учитывая мое состояние векистей. То есть, смотри, в целом, как бы пускай Камил, наверное, даст комментарий по итогам. А если... Да, я объясню, почему проблема. Я не могу, я не могу, во-первых, ни одного из вас заставить. Раз. Вы не люди, которые со мной там подписали когда-то контракт и сейчас вы находитесь в каких-то обязательствах перед организацией. Это вообще история с чистого листа. Поэтому я говорю, что можно сделать только то, что оба хотят. И все. Я не могу ни одному сказать надо и точка. В принципе, ситуация как бы тупиковая, решать ее можно. Я уже там фантазирую, мы сидим в офисе там, штурмим, может быть, там, раунды, например, там, с какого-то раунда, например, там, разрешить драться ногами. Ну, фантазируем уже, да, по раундам разделить там. Есть такое комплексное единоборство, правило. Они вообще дерутся сначала только боксируют, потом только борются. Вот так вот. Ну, что-нибудь пофантазировать можно на этот счет. Я же не знаю масштаб бедствия Усипскана с руками. Да, может, он говорит, а я не могу руками драться, к примеру, так, как Разин. А Разин говорит, а я не могу ногами. Ну, и что мы теперь, головами будем драться? Голова в обоих светлая вроде. Ну, вы понимаете, как прийти к какому-то... То есть здесь надо... Да, варианты искать. Я очень хочу. Но я не хочу быть в позиции, типа, заведомо драться с тобой, когда у тебя есть огромное преимущество. А это большое преимущество. Я просто не могу их долбаные, эти ноги тренировать. Я знаю, что такое лоу-кики. Я знаю, что такое хай-кики. И мы будем драться не в перчатках боксерских, понимаешь? И там будут отлетать руки, потому что блок будет совсем по-другому ставиться. Все эти вещи и нюансы я должен для себя найти те условия, которые нас хотя бы уравнять смогут. Потому что у тебя сейчас большое преимущество. По твоим так словам. А парадокс знаете в чем? Потому что на самом деле правила, ну, сейчас просто об этом еще никто не знает. В итоге правила вообще никого значения иметь не будут. Потому что кто-то из двоих в этот вечер просто будет в идеальном эмоциональном состоянии, а кто-то просто будет в яме. И в итоге правила вообще никого значения не будут иметь. Вот в первом раунде кто-то в яму свалится, и мы с вами все это увидим. И правила вообще не будут важны. Вообще. Но сейчас это значение не имеет. Это вы в бою и так увидите. Там может выйти Сибскана, который должен бить ногами, да? Получить, например, по бороде, и вообще ни разу ногу даже не выбросить и даже об этом не вспомнить. Понимаете? И наоборот все что угодно может случиться. Это чисто психология. Особенно, когда это первый раз. Но все равно договариваться надо. Давайте нас много критиковали, допустим, за президентский стол, что мы ничего не решили. Да. Давайте сделаем так, чтобы сегодня мы хоть что-то решили или хотя бы приблизились к решению. Это возможно? Да, это возможно. Как? Ну, смотри, вот он говорит, у меня больные кисти, я не могу бить руками. Я не могу бить руками. Я больная спина. Ну, то есть, вот как-то. насколько там больные кисти? Насколько больные? Я не понимаю. Тут даже, вот видишь, шишка. Да, посмотри, у меня просто некий до гостяшки нет. Я понимаю, у меня рука не сгибается. Ну, то есть, не сгибается ладонь. Так, тебе не надо ее сгибать, она тебе наоборот должна вот так стоять. Ты понимаешь, тебя ее затейпируют. Тебе не нужна флексобилика, блядь. А может быть, так и не случится, что я в процессе тренировки охуею от того, как у меня кисти отваливаются. Такое же тоже может быть. Да, ты, конечно, охереешь. Это будет, но это будет естественный процесс. Нет, даже если они у тебя здоровые, просто немножко времени должно пройти, и потом все станет на свои места. Ты и блевать тоже перестанешь скоро. Через пару недель. Я, честно говоря, не блеванному стороной. Хоть не курю, спасибо за это. Я кстати тоже. Но! Трящий спортсмен. Машина. Да. Миксованный бой. Что значит миксованный? Вот как Камил сейчас предложил. Давай. Давай, миксованный бой. В, допустим, первом раунде ты не можешь использовать ноги, во втором можешь. Но при этом, если мы уже идем на такие уступки, ты делаешь вес, мы деремся в 75. В 75 невозможно мне сделать вес. Не, возможно. Возможно. Смотри, я играю вот последние все года, 85 у меня вес. Я сейчас 81 сделал, я вообще охереваю, блядь. Как сделать 75? Ты 6 делаешь? 75 легко ты делаешь. Это какой раз? 78. 178. Слышь, я вижу, еще такой жилистый. Ну, то есть, мне сейчас при моем месте... Ну, это процесс будет, конечно, не знаю. Это нужно подготовить. Я хочу это, Андрей, ты издеваешься, ты будешь готовиться. Я хочу чилить, Карел, в жопу профспорт. Вы ему предоставите, в общем, каких-нибудь там тренеров, вот эту всю историю? Ну, смотри, я как человек, который заинтересован в бое, я все, очень много для этого сделал. Трениров, кстати, мы тебе тоже предоставим, если они тебе будут нужны. У нас вообще какой план? В зал. Не просто сидеть и там раскачивать бой, а именно сделать это в таком режиме сериала, чуть ли не ежедневного. Кто где тренируется, кто с кем тренируется, подключить известных медийных бойцов. Мариф условно работает там с Сибачем. Сибач про Мариф, кстати, говорил тоже. Ну, не важно. Самый Мариф работает... Возможно, я не вижу уже. Окей, Мариф работает с Райзеном. С Сибачем работает там кто-то еще. То есть взять у нас... Станас у меня, как-то, да. А, у меня этот... Станас не будет тебя тренировать. Этот есть. Макс Буторин, он же сам... Последнюю надежду убил. Макс Иркутский. И как сейчас договариваться? У Соли Сибирской далеко? Рядышком. Вот. Макс Буторин, он Сибирский. Они сейчас дерутся друг с другом, пирая с Буториным. И Макс мог бы, например, тренировать Сибача. Тебя там Мариф. То есть мы как бы поживем этим. И с точки зрения диеты, я понимаю, о чем ты говоришь, можно этот вопрос решить. Но... Да это сложно. Ты что, приходишь сюда, а здесь лежат бутерброды. Вот реально. Стил, бля, какие у него гениальные шутки. Ты в такую... Ты знаешь, иногда фигас... Я иногда... У меня такое ощущение складывается, что у тебя на некоторых столах... На некоторых столах... ты почему на какой-то шнила? Даже сажать не надо. Не, не, подожди. Я прям хочу слушать. Тут, блядь, серьезная история. Понимаешь? Я буду с человеком драться. Я тебе объясню, что такое драка. Понятное дело, ты пацифист и прочее. Живешь в своем каком-то либеральном непонятном мире, где этих драк не существует. Это мы поняли. Мы живем в мире, где драки существуют. И это охренеть как неприятно. Знаешь, это больно как. Это тебе не больно, когда ты дерешься. А потом ты, блядь, когда чувствуешь, что у тебя все болит, ты разбит, у тебя кровь, блин. Ты не хочешь делать эти МРТ, об очень серьезной херне. Так не дерись. И этот понимает о чем. Так не дерись. Зафига ты дерешься. Не говори еще со мной. Что? Ты со мной сейчас разговариваешь, дорогой товарищ. Я тебе сейчас объясняю, ты меня перебиваешь. И вот этот вот тип, я знаю просто, что ты к дракам относишься, видимо, так себе, судя по тому, что произошло с Литвиным. И твоя реакция на это. И я тебе говорю, это будет, ну, реально большой демидж здоровью. Что моему, что твоему. И мы сейчас серьезные вещи обсуждаем. А твои вот эти шутки, типа, вообще они не в темно. А вот теперь я давай скажу тебе, смотри, серьезно тебе отвечу, серьезно ты можешь обсуждать здесь сидеть. Тебя, наверное, для этого сюда и позвали. Тем более, что как раз таки с шутками у тебя очень не очень. Но я, действительно, я сегодня здесь частично себя чувствую, немножко, знаешь, непонятно, зачем я здесь. Но, по-моему, на столе очень часто моя роль в этом и заключается. И надо вкинуть какую-то шутеху и немного разрядить обстановку. Особенно, когда сидят здесь такие душные люди, как ты. Сегодня особенный стол. Сегодня стол душных людей. А если уж ты... Которого у тебя лучше бы вообще не было. А если уж ты отвечать на твой вопрос, который ты пытался задать вначале, почему я сегодня не в той мкаловской футболке. Потому что, Райзен, когда я прихожу за один стол с тобой, у меня ощущение, что я попадаю в какие-то полнейшие ебеня. Ну, правда. Честно. Я тебя могу, если честно сказать, обрадуюсь этим. Ты можешь ко мне как угодно относиться, но я часто вижу, что ты просто не попадаешь в контекст того, что происходит. И здесь конкретно я обсуждаю серьезную вещь, где стоит мое благосостояние, мое здоровье. И твои вот эти шутки, которые ради шуток делаются, они здесь не очень уместны. Мне это не нравится. Это мой стол сегодня. Такова моя роль. Ну, такова моя роль, Райзен. И я за этим столом присутствую почаще. Я понимаю, что это твой, наверное, стол, но твой он только тогда, когда ты сюда приходишь, дорогой мой. Вот до этого хорошо было. Вот сейчас какой-то негатив немножко просаживает. А можно, парни, вы не против друг с другом армрестлинг ебануть сейчас? Блэл, мне киси габлэл, мне. А Сибыч, может подключать ноги? Нет, без накида. Сейчас хорошее было. Я хочу сказать, что ты не прав. Ну, в моем понимании. Потому что Фидос для меня гиперважен на каждом столе. И именно его истории может быть с каким-то душем. Ладно, согласен. Здесь я переборщил. Базара нет. Я вот сейчас понял немножко в моменте, что переборщил Фидос. Но ты про меня сказал искренне. Поэтому я изнутри достал это. Вот сейчас я изнутри достал. Я переборщил. Согласен. Потому что ты можешь... Армрестлинг, давайте. В жопу все армрестлинги. У меня, говорю, кисть не сгибается. Давай на левой. Да, у меня тоже болит, честно. Да на левой сделай. Пиздец. Я хочу понять, объясню почему. Есть контракт на армрестлинг? Нет, парень. Объясню почему. Ничего в этом такого нет. Проиграть зазорно, вообще не зазорно. Но армрестлинг это не показатель там чего-то. Пиздец, блядь. Оценить просто... Старого человека заставляет... Оценить просто, насколько у вас сейчас вот есть там разница, может, в физической силе и еще в чем-то. Понимаете? Давай, правда, руку с ним, блядь. Ломаем объектив. Вот, превьюшку. Пиздумбли. Давай. Что там делать, блядь? Да просто на раз-два-три, чуть ближе встали, чуть-чуть ближе. Я аккуратно. Блядь, посмотри на его предплечье. Мне точно подписывали. Да, блядь, он блядь, он блядь сильный. На раз-два-три отпускай. Раз-два-три. А-а-а, блядь. И ты, сука, хочешь ноги, урод, блядь. Ну вот, кстати, ты увидишь, что он делал. Хотелось ногой немножко замахнуться. Ты видел? Ты поддавался. Кого я поддавался? С чего ты взял? Ну, честно. Нет. Я в полную силу. Я бы Броуку верил вообще. Ты вселяешь уверенность. Они, на самом деле, физически, у них, конечно, большая разница именно в самой физике. Потому что, я же почему говорю, что у Сибскана, у него потенциал в единоборствах очень большой. То есть я понимаю, что это для Разина, да, такая эмоциональная история. Эмоциональная история. А Сибскана, он может начать, и он может очень далеко в этом вопросе зайти. Логан Пол тоже когда-то примерился к этой истории, прикололся и пошел. Логану Полу 20 лет было. Хорош тебе. Да ты не старый для дела был. У тебя возраст мифический вообще. Так, короче, история с весом, это говно, я тебе говорю. О, как это говно? Это абсолютно, у него на самом деле весовая, это не 80. Сейчас мы должны весы вообще. И было супер-трудно сделать. Ну, это реально. Смотрите, с точки зрения индустрии согнать там в день, это же не надо в день боя, за день до боя ты должен весить там минус 6 от того, что у тебя сейчас. Это, честно, это немного. Даже вот при его комплекте. Просто он этого никогда не делал. Да. Вот это важный вопрос. Я живу 10 лет, 85 вес. А тут мне минус 10, типа, много ответа просто. Бля, ну тебе первый раз за эти 10 лет 5 миллионов дадут. За полгода был. Хаба 17 лет. За полгода. То есть я должен страдать, это, по-моему, не пивко. Я к тому, что Сибыч выглядит визуально достаточно сухим. Да, да. Ну, то есть реально ли ему вот сейчас еще скидки? Да, реально. Там вода. Почему сейчас? Ну, ты так не знаю. Я знаю, я хорошо знаком с биром единоборств. У меня много друзей. Вообще сборка веса начинается за полтора месяца. За полтора месяца человек садится на диету. Он теряет 50% от конечной задачи. И за последнюю неделю он теряет еще 50%. А взвешивание же происходит, по-моему, типа, за день? За день, утром. А вот за этой весогонки вот эти вот все они сбрасывают. За день утром потом они ложатся на капельницу, наедают. И у них, например, из 10 согнанных килограммов, они к бою набирают обратно 7. Это жидкость. Я не знаю, как это работает, но для меня это выглядит пиздец какими-то, блядь, нереальными цифрами. Да это, я тебя уверяю, тебя люди проведут. Я тебе, если сказал бы, сейчас 72 мы дерем. Ты хочешь, чтобы я умер, блядь, до начала боя? Ты что, издеваешься? Это вообще копейки. Ты просто не понимаешь, про что ты говоришь. Я с миром единоборств знаком. Ты сейчас весишь 81, ты можешь этот вес согнать за неделю, блядь. Я уже проебал времени два месяца, чтобы... Да, планка прям нижайшая. Я сейчас охуеваю, как мне сложно, потому что я худой. Блядь. Для себя. Нет, я тебе объясняю, что мне даже по полю бегать. Хорошо, просто тогда ноги дропни и все, и ходи себе пей пивко. Че ты тогда начинаешь? Хочу дропнуть в раунде, в нужном. Окей, второй раунд и четвертый. Ноги. А сколько всего раундов? Нет, подожди. Мы сейчас говорим про что? Мы сейчас говорим про вес. Если тебе идут на уступки, значит и мне должны пойти на уступки. Я борьбу уже убрал. Молодите, как это вес. Подожди. Компромиссный вес еще можно поискать. Второй, четвертый раунд, например, с ногами. Да. Значит, то есть первый раунд вы выходите, как я себе это представляю. Вы выходите, деретесь. Первый раунд. Второй раунд, все понимают, включились ноги. Вы оба можете бить ногами. Ну, то есть официально. Понятно, что этого делать не можешь там физически, он может. Третий раунд, снова вы деретесь на руках. Четвертый раунд, можно использовать ноги. Пятый раунд, если вообще доживут все до пятого раунда. Снова только руки. Да. Вот такая штука. По весу нужно искать компромисс. Да, потому что если там Севскана говорит нет, значит, мы снова заходим в тупик. То есть вес может быть там не 75, там условно, 77. Ты просил хоть что-нибудь решить, но реально то, что мы по раундам уже приняли какое-то решение, это прям максимально. Блин, Федос, я не могу теперь за столом сидеть, если я виноват в решительстве. Мы не говорили об Эженсе искали. Я не могу за столом. Давайте, тихо-тихо, не одновременно. Слушай, ты сказал, что тебя стали жестко осуждать, я себя тоже маленько виноватым стал чувствовать. Что я вкинул, и ты говоришь, что последствия были. Блядь, мне тоже неловко. Федос, извини, пожалуйста. Серьезно, на полном серьезе. Серьезно, не зря. Я вот иногда начинаю. Слушай, с вами пожму тебе руку. Все, давай, все, Федос, только не говори, вот убери про ебеня. Ты же на эмоциях сказал, но реально ты так считаешь. Правда так считаю. Я же не просто так сегодня в эту футболку пришел. А я в футболке, кстати, в мерче Броуков. Покупайте на нашем сайте мерч Броуков. Это отличная футболка. Я научусь тебе. Когда ты за столом вместе со мной, ты чувствуешь себя брать? Блин, у меня тоже есть два продукта, я сейчас их достать буду. Нет. Покупайте витамин и блокбубы. Кстати, а там же на сайте Броуков было, что можно стать президентом Броуков. Все, мы возвращаем деньги. Сегодня мы сделали пост, и каждому человеку, который купил подписку, к сожалению, у нас не пошло в положение. Почему это не получилось? Да потому что это нереально в рамках медиа футбола. Ну, слишком быстро, понял? Там условно у тебя за 5 часов до закрытия трансферного окна может 5 человек прийти, а за них каждый должен проголосовать еще там на состав. Ну, у нас слишком жесткая голова. Окей. Не пошел. Мы договорились по раунду? Да, теперь давайте мы поговорим про вес. По раундам договорились. Финализируем. Нет, нет. Нет, я имею в виду, тут просто у Флога именно вес. Я не знаю. Нет, нет, нет. Но если он пошел на встречу с ногами, то ты теперь идешь по встречу с весом. Нет, подожди, вот там тоже ноги неполноценные, а вот эти по раундам. Ну и поэтому вес тоже неполноценный. Тоже мест неполноценный. Ну типа сколько? 70, 75. Я тебе говорю, полноценный вес, если если Броуков сделал бы полноценную весогонку. Семьдесят один. И ты хочешь набрать? Конечно, блин. Сколько? Ну до 78, как будто ему билет будет набрать, он будет такой. Нет, он не наберет, Райзи. Он наберет максимум 2 килограмма. Он просто окрепнет физически, но это не вес. Ну вот и что делать? 78 тогда. Но он не наберет. Какой скинул? Или что, блин, скинул? Как 75 можно весить, блин, когда я 85 всю жизнь схожу? И играю в футбол, нормально себя чувствую. Ты сейчас весишь 81 килограмм. Я руки не подниму. Ты играешь? Сейчас ты весишь 81 килограмм. С пиздец, каким усилием, ты не представляешь. Я себе отказываю. Ты мне сейчас шоколад предложил перед началом, я не могу съесть, потому что это калории, пиздец. Все, договорились, 7-6. Что ты? Я тебе объясняю, я сейчас себя чувствую хуево, потому что я сбросил вес. Ты не понимаешь, ты не понимаешь, как работает весогонка? Тебе сделают максимально лайтовую. У тебя есть капельницы, тебе их даже никто не запрещает. Камил просто понимает, о чем я говорю сейчас. Да, смотрите, я так скажу. Мы все индивидуально готовимся. То есть тебя врач там берет, анализирует, он говорит, сколько ты можешь согнать. В целом для индустрии 5 килограммов, я вам скажу, это херня, это люди смеются. 5 килограммов я гонял, когда люди просто не пили воду раньше и просто гоняли вес. Сейчас технология, это пипец, это пипец. Но хрен его знает, как Сипскана сам. Он должен сам чувствовать, сам должен быть мотивирован. Если он мотивирован, он сделает. 5 килограммов. Медив футболу понадобилось года примерно 3, чтобы от любительского уйти к профессиональному. А у вас один из первых боев, вы уже веса начинаете гонять. Просто кросс, один кросс, кросс, это 2 килограмма. Просто в теплой одежде. Да, просто это все дадут по пятерке, поставят октагон, пацаны просто выйдут. Но если бы они на руках вышли, то все было бы просто. Это от этого начинает юридия. Мы же вес начинаем, а что делать? С другой стороны, мы во многом благодаря этому сидим здесь за этим столом. Спасибо, что ты отчасти именно просто боишься проиграть, если на руках? Да нет. Я не знаю, может быть, это тупо, что нет страха какого-то. Не знаю. В целом страх нормальное чувство, но в данном случае я реально переживаю за то, что у меня какая-то история в процессе подготовки может произойти. То есть хотелось бы... Хорошо, мы неустойку тогда заплатим, если мы с боя слетим, потому что нам гонорар платят только после того, как мы выйдем. Нет, вы поздравились, вышли, я с вами в этом же день рассчитал. Нет, я тебе поэтому объясняю. Ноги, пускай меня выносят, хоть так, нахуй. Вот одна из историй, это как раз травмоопасность. Я думаю, что ты себе ноги въебешь, допустим. Я на подготовку 600 тысяч потрачу минимум, то, что я посчитал. Вот давай так, если ты сливаешься с боя, ты мне отдаешь 600 тысяч. Если я сливаюсь, я тебе отдаю 600 тысяч. Хороший. Это мы даем по рукам, просто на всякий случай. Потому что я не хочу какую-то, знаешь, какую-нибудь историю, что бам, блин, ты там ударился, блин, пальцем, мизинцем сломал, и не можешь выйти. Для меня тоже риск. Я тоже могу так же слететь, заболеть любой вирус. Поэтому здесь все по-честному. Нам деньги заплатят только, когда мы выйдем. В этом-то вся история. Ну, добро. Добро. Пожимайте. И теперь давай, нет, подожди. А теперь давай по, мы берем второй, четвертый. Нет, давай пожимать по пунктам. Да, пожмите. Нет, давай. Кто-то зафиксирует. Неустойка, окей. 600 тысяч рублей платит один другому, если сливается с боем. Ну, это да. Это контракт будет подписан. Нормальные условия, да. Да, если контракт будет подписан. Идем дальше. Раунды мы тоже, по раундам мы договорились, тебе нужно договориться по весу. Раунд второй, четвертый. Я тебе еще раз объясняю. Я не знаю, как тебе доказать это, но с твоим весом вот сейчас, ты эти 5 килограмм, они улетят. Это вообще копейки. Если тебе 10 просил бы гнать, это был бы другой разговор. Я тебя прошу согнать в нормальный вес для тебя. Он тебе просто объясняет, что он и так уже на минимале. Я тебе просто... Да, Сев, ну ты не больше такого боя. Я не знаю, я не понимаю. В нем сейчас, в нем сейчас, в нем сейчас, я тебе просто говорю по чесноку. У меня стояла цель себе вес максимально снизить. Я вот с 85 до 81, это и то утром, когда я стою на весы, он 81. Я с трудом пиздец дошел. Ну прям с трудом. Но ты же воду не гоняешь, ты понимаешь это? Ты на диете посидел. Ты никогда не гонял воду из себя. У тебя сейчас в тебе просто те килограммы, которые вернутся, от банального того, что ты выпьешь воду, их 3 и 4. Как будто на лекции, да? Часть этой воды льется тебе в телеграм-канал. Нормально. Ну, хорошие же шутки, блядь. Почему ты, блядь, осуждаешь их? Да нет, Федя. Не, подожди. Проебеня меня, окей, смотри, 78, я уверен, что сделаю. Ты опять же потом будешь, да еботся, вес не сделал, блядь, все, бось слетает. Что мне платить 600 тысяч, потому что я, блядь, не мог пиво пить все это время, кайфовать? Ну да, логично, блядь. Не очень, блядь. Ты же тоже риски должен какие-то здесь иметь. Поэтому я пытаюсь их минимализировать. 78 вес, по-моему, вообще норм. 78. Ты что, 78? Ты сделаешь себе 70? Так, ребят, минуточку. Мурат, салам алейкум. Какой вопрос срочный. Смотри, значит, пацан, ему 38 лет. Он ММА никогда не занимался, он занимался, ну, циклический виду спорта, футбол, там, бег и так далее. Значит, он весил 86 килограммов. 5. 85. Значит, ну, месяц там на диетке посидел, у него вес стал 81. Утром на весах 81. Теперь, значит, ему предлагают подраться. Ну, бой где-то в марте 2024 года, ему предлагают подраться в 76. В 76. Ты как считаешь, учитывая все эти водные, что пацан там, ну, он довольно, сам по себе довольно еще сухой. Он рослый, у него метр 78 рост, то есть он не полный. Вот. Он 76 сделает, ты как считаешь? Да, 5 килограмм, конечно. Ну, нет, ты сейчас только не рассуждай, как вот наш борец, да, который я, ну, который любой скажет, конечно, что такое 5 килограмм, да, когда все делают 15. Ты на картину посмотри комплексно. Он весил уже 85. То есть 81, это не совсем уже привычный для него вес, понимаешь, да? Он не гонял вес, спрос на диетке посидел. Да, ну, я думаю, там не будет проблем, я думаю, не будет проблем таких, если он там, ну, конечно, он будет испытывать голод, эти моменты будут испытывать, но... Как долго? За 2 недели здесь. То есть, он гоняет, на что, за 2 недели, да? Да, предварительно уже там за месяц надо уже оставлять всякий сахар, не сахар, уже более, мне такую диету держать более строго. А вот именно сгонка за 2 недели спокойно он сделает. Я понял. Это водную диету вы ему предложите или в его случае не водную? Не нужна ему водная? В его случае не нужно ему много воды, жать ему там 3-4 литра воды в день достаточно. И вечером перед сгонкой и перед взвешиванием в баньку сходить, да? Да, да. Выжать из себя последний просто там полторашка. Ну, я-то сторонник того, чтобы на тренажерах там беговой дорожке согнать, а парную напоследок оставить. Ну, ты еще подключишься? Да, помогу. нечего. Окей. Хорошо, Мура, спасибо. Все, давай, давай, обнял. Давай, братан. Камил, это кто был? Есть такой Мурат Мачаев, бывший боец, он в билотуре дрался. Довольно ничего не писал. В файт-найтсе дрался. Не, не писал. Вот, этот, он в школе Абдулманапа Нурмагомедова, сейчас один из ключевых людей. Он просто профессионально занимается весогонкой. Он очень много с диетологами работал, он в этом разбирается. Он сейчас всем пацанам программы дает. Но там программы какие, чтобы вы понимали, там меньше 11 и вообще нет. Ну, программе меньше 11 килограмм. Вы как специалист в этом говорите, что 5 это реальная ерунда. Это вообще копейки, блин. Он их точно сделает, железно, но при одном условии. Как сам Сибскана, как он сам к этому отнесется. Понимаешь? То есть, если он как понимает, если вот есть программа, если он на нее смотрит, говорит, окей, для меня вообще не проблема, я сделаю. Мурат программу напишет. Но я, слушайте, я знаете, как это вижу? Он вечером, предположим, завтра взвешивание, послезавтра бой. Он вечером перед взвешиванием, у него остается, у него вес должен быть 78. Он идет в парную, теряет там полтора килограмма, не ест на ночь, терпит, ложится спать, утром он просыпается ровно 76. Встает на весы и все. И после этого... А не в этом такого, что 76-200, и все, пизда. Вот допустим, вы договариваетесь на 76, ну вот условно. Ты приходишь, у тебя 77, то что? Обычно, обычно в ММА это просто штрафы в зависимости от процента от гонорара. Штрафы, но они все равно выходят драться? Или как? Смотри, и тут история с весом еще почему важна? Потому что если у него рамок не будет, он может весить 85, а я 85 весить не буду. Я знаю то, что ты будешь весить 81 условно выходить. Это мне уже говорит о том, что я могу понимать вообще с чем я имею дело. Поэтому это здесь нужно для этого. Если ты превысишь на там условно 600 грамм, то я скажу, что ты мне дадаешь 600 тысяч. Я с тебя просто поимею, даже ничего не выйдет. Ну и второй вариант. Можешь штрафовать деньгами, можно штрафовать ногами. Можно у него забирать время, которое он дерется ногами. Мы у тебя просто раунд тогда отнимем. Не сделаешь. Но я тебе говорю, лимит 7600. Что значит 600? Ну 600 грамм. Ну вот этот уважаемый человек говорил очень убедительно, но для меня выглядит на самом деле вес безденцового. Ну я говорю, Андрей, ты этим никогда не занимался. Я говорю, как чувствую. Ладно, ты просто не занимался. Честно, это вообще изи. Тебе со стороны так это... Сейчас веришь, что я так фондоне не занимался никогда? Ну если ты правду сказал, то дай бог, хотя тебе верить сложно. По весу мы придем к какому-то консенсусу? Мне кажется, сегодня не придем. А почему нет? Почему нет? Да нет, ну почему? Ну просто мне кажется, 78 точно будет. Да ты что, 78 это ты просто не поделаешься. Тебе больше нужен или нет? Мы выйдем, блядь, точно. Подожди, Сивыч, а с другой стороны, если ты вдруг не сделаешь 76, да, хотя я уверен, что ты сделаешь, что ты теряешь? Мы сейчас сделаем, я тебе объясню, мы делаем шкалу с каждыми лишними 500 граммами ты теряешь время ногами в бою. То есть у тебя сейчас есть 4 минуты. Правильно же? У нас в бой 10 минут, из них 4 минуты это время работы с ногами. Мы просто берем и с каждыми 500 граммами отбираем у тебя по минуте. А с какого раунда? Ну то есть начиная с... Нет, начиная с первого, вот смотри. С первого. Не с первого, со второго. Вот если он весит 78, он растерял все свое преимущество с ногами. Да. Он растерял свои 4 минуты. Я уверен, что он сделает 7,6. Но если он делает 7,6 500, у него с 4 минуты он съел 1 минуту. Ну то есть первую минуту. Ну да. А если делаешь 75, то минуту добавляешь. Минуту ног. Нет, ну, звучит адекватно. Что за правило? Вообще я в шоке. Ну а что? Единый бок. Нет, прикольно звучит. И вот и все. Каждый 500 грамм, каждый следующий 500 грамм, это минута ногами. Все. В финале? Сделал всем. Стоп. 500 грамм дохрена. 300. Да что? Ну ты хватит уже торговаться. Я на рынке, ё-моё. Что ты думаешь? Володя, не фиксай сюда. Этот торговался 2 месяца, я не имею права поторговаться. А этот был 1 час? Ты все время преувеличиваешь чуть-чуть. Хорошо, сколько он торговался? Да вообще не торговался. Ну как понять, ты не подписывал контракт. Ну это означает, что я требовал справедливых условий для боя. Подожди, Сибач, ты готов на вот это? По 300 грамм. По 500. 300 грамм. Камил озвучил, давай не будем сейчас уже разбывать. Слушай, не хвастись, я здоровьем рискую. 300 грамм. А я нет, блядь. Ты ничем не рискуешь. Все, по 500 грамм и пилим. Ладно, давай 400. Блядь, ё-маный. Ну нет, давай не договоримся, конечно. Ладно, 500 так 500. Так, кто-то, я за... Все. А, фиксирую. Значит так, потом все это на бумагу перенесем. Итак, весовая категория 76 килограммов. Весовая категория этого боя. При превышении лимита на 500 граммов Сибскана с каждым 500 граммами он теряет одну минуту своего преимущества. Так называемое преимущество – это работа ногами. У него их всего 4 минуты. Как только его вес достигает 78, он это преимущество растерял полностью. Еще важный момент. Нет промежуточных значений. 76, следующее значение – 76,500, следующее – 77. То есть, если Сибскана весит 76, там, 600, он уже потерял 2 минуты. Если он эти 100 грамм подвинулся и стал 76,500, он теряет всего 1 минуту. А если в процессе тренировки он понимает, что в жопу ноги, я просто буду весить 85, возьму весом, что тогда? Это вопрос к Розину. Ну, давай с лимитом. Давай пока на этом сойдемся. Нет, ну, я-то уверяю, что такой истории не будет. Ты уверяешь, ну, давай мы, типа, сейчас сойдемся на том, что у тебя, что у тебя должен быть пиковый вес. Рано нахлевую руку вытянутся. Нет, смотри, смотри, пиковый вес, которым ты можешь стать на весы, это 78 километров. А, ну, это логично. И тогда он, да. Но он их сделает. Да, да, это максимум. Если только он не будет, гормон роста, ты же говорил, что если без ног, то хоть 81 человек может весить. Ты говорил это 15 минут назад. Ну, ты видишь, как все быстро меняется в этом мире? Теперь мы находим оптимальные правила. Я не верю, что если ты реально весишь 81, что ты будешь весить больше 78, это фантастика. Разбиваем. Ты 76 делаешь. А мне кажется, ну, я не хочу, опять же, вот я не хочу выступать адвокатом Сибыча сегодня совершенно. Все правильно. Потому что вот некий взял на себя роль адвоката Райзена, а мне не хочется. Он не адвокат Райзена, он прокурор Сибыча. Вот. Это разобещает. Мне кажется, что если Сибыч за, например, месяц или за две недели, раз он пошел на такое условие, на 76 он пошел на условие, то он за две недели понимает, что он хочет и дальше пить пивко, жрать бургеры там и все такое, он говорит, ты и хуй с ними, с ногами с этими. Буду драться в том весе, в котором мне удобно. Как ты и Райзен 15 минут назад и говорил, если без ног, то хоть сейчас я готов выскочить. Слушай, я тебе сейчас говорю, пиковый вес на этот бой 78 килограмм. Я не хочу выходить против типа 85 килограмм, я хочу его победить. У тебя все поменялось за 15 минут. Да, у меня все поменялось за 15 минут. Еще 15 поговорим, еще раз поменяется. Кажется, тогда это просто вот. Я бы сейчас не жал руку. Они уже пожали. Ну, в смысле, не разбили. Наши суперадекватные условия. Мы здесь находимся в компромиссе. Ты сам это знаешь. Согласен. Все? Тогда еще раз фиксирую, парни. Да. Весовая категория 7,6. Взвешивание примерно за 40 часов до боя. 40? Да. Охренеть. То есть, потому что бой у них по факту в 23.00, в 22.23.00 следующего дня. А когда взвешивание в 10 утра. То есть полторы сутки на восстановление просто, да, для информации. Значит, весить, они должны встать оба навесы 7,6 килограмм. Можно встать без трусов. Проблем нет. Трусы снимаешь, вот голый встаешь, трусы это 50 грамм. Встал. Все, вес зафиксировали, все подписались, разошлись. 7,6 плюс 500 грамм, минус 1 минута. Плюс еще 500 грамм, минус еще 1 минута. И пошло-поехало. Промежуточных значений нет. Каждый следующий, вот если ты вот между 500 граммами, это минус 1 минута. Все. 7,6 550, это минус 2 минуты. 7,6 450, это минус 1 минута. Вот так. В принципе все. Есть второй, четвертый раунд. Да, то есть начиная там, Сибскана может потерять там преимущество 3 минуты, преимущество 4 минуты, потом преимущество 7 минуты, преимущество 8 минуты. В принципе все. Пиковый вес больше 78, и я с него могу спрашивать бабки. Я тебе даю Мурада Мачаева, хороший специалист, он позанимается твоей диетой. При условии, если тебе самому этого захочется. Все. Фиксируем. Я уже представил фото Сибскана, когда пацаны любят выложить, как он весь на прессе. Все, поехали. Получается все, бою быть. Да, я не вижу проблем. Уже все, по-моему, ключевые. Да блин, а разница может через 15 минут сказать, что его что-то из этого не устраивает. Ты еще и дурак, я по рукам пожал, это немножко другая история. Ну ладно. Ну вот и все. Ну тебе прям захотелось ноги по лицу научиться бить хорошо? А, кстати, момент. Ты ногой по лицу, я ничего не хочу сказать, но ногой по лицу можно ударить во время взвешивания. Это знаешь, так делал Макгрегор. У него есть своя коронка, когда их там да, ну, вайт разнимает, он постоянно ногой бьет кого-то в лицо, блин. Такое, что мне не очень нравится. Есть там где-то штрафы за это? А вы будете с Неклассикой тоже выходить? Не, мы не будем. Чего бы? Бля, мне кажется... Да нет, друзья, кинты тут рот. Я пошел готовить... Не, я сейчас... Я пошел готовить контракты в течение... к 12-му числу, у нас 12-го небольшое будет там мероприятие, вот, и 12-го числа мы можем встретиться и просто на бумаге поставить автографы. Я в контракт обоих все это подробно внесу, решу, я стол внимательно осмотрю, он когда выходит в стол? Завтра, завтра. Завтра. Я его просто внимательно, чтобы ничего не забыть, все это обоим отправлю, если все, то подписываю. Камилу, вы просили пораньше отпустить. Ну да, 5 минут, если я эти... У меня еще есть, если я их не нужен... Вообще ключевой вопрос о всей этой истории. Это стоит очень дорого. Вы за эти деньги могли бы организовать хороший карт, даже, наверное, не один, среди бойцов, что принесло бы, наверное, больше денег. Зачем вам это все нужно? Я рассказываю, зачем мне все это нужно. Примерно тот же ответ на вопрос, зачем мне вообще нужен медиафутбол. Ну, мне медиафутбол нужен, потому что, во-первых, я люблю футбол, а во-вторых, когда я смотрел за медиафутболом в первом сезоне, мне очень нравилось, как за медиафутбол болеют люди, мне нравятся герои медиафутбола, вы все, мне нравится аудитория медиафутбола, такая молодая, пассионарная, прикольная. И я считаю, что мы делаем большое дело для индустрии единоборств, предлагая вот этим парням драться. Это вообще дорогого стоит. И поэтому они, это, как знаешь, такие приглашенные звезды в индустрию единоборств. В основе медиафутбола был тот же принцип выпускать на поле людей, которые занимались ранее чем-то другим. Помните эти прекрасные времена? Когда мы все выходили на поле. Они быстро закончились. Когда мы все выходили на поле, да? Так вот, пока все подряд не стали драться, все из медиафутбола. Сейчас момент прям эксклюзива. По-моему, Майами с Тигой дрался, да, что-то было, да? И здорово, что они подрались. Единственное, это не претензия к организаторам этого боя и так далее. Получилось сделать бой, но не получилось сделать из этого какое-то экстраординарное событие. А здесь мы сделаем из этого бомбу. Вот поэтому мы сегодня здесь все. И мы все участники этого процесса. Андрей, нам повезло, ты понимаешь, насколько нам повезло? Бабки? Слушай, ну, мы же делаем турниры, мы все равно как находим партнеров, спонсоров, найдем и здесь. Я хочу просто, тем более, это большой перерыв между сезоном, между четвертым и пятым. Это будет финальный бой? Или финальный, или соглавный. Потому что, может быть, что-то много ребят из медиафутбола тоже хотят в этот кард? Я допустил, что в этом турнире будет еще, например, две-три пары из медиафутбола. кто? А кто хочет? Какие-то есть уже? Ну, там несколько ребят уже, там, что-то Гуди с текилой, да, что-то такое говорили? Нет? Я не ошибаюсь? Может быть. Ну, как Гуди с текилой, наверное, заслуживает. Он так смотрит, просто оставляет. Если хочешь с победителем, потом выскочу, я думаю, с Камилом договоримся, пахан. Может, я с тобой не буду выходить, ты слишком мне... Залетей, да, залетей. Не, ну, в лучших традициях жанра ты следующий, да? 75-й ты делаешь? Вот это точно! Ты должен уже сидеть возле клетки и переживать, знаешь. Сделаем это просто в лучших традициях жанра. Конкретных предложений пока нет. Я видел, ребята писали, читали, Хантер готов подраться, но Хантер реально, он тренирующийся человек, ему очень сложно найти оппонента. Хантер с Педи было бы интересно. Из, из, но у нас, например, в команде есть пацаны, которые там дерутся, но... Логично. Нет, меня даже не бойцов имеют в виду, футболистов, которые такие, в целом, могли бы. Это ладно, это другая тема, я уверен, что будет еще стол и посвященный этому тоже. Сев, большое дело ты сделал, то, что мы сегодня в присутствии Никиты и Федоса сдвинулись очень серьезно, потому что мы бы не, может быть, и не договорились бы, потому что нам нужно было отдельно с Райзиным, отдельно с Сибычем. А так как они два пацана, на самом деле, да, в них пацанское просто взяло верх, что договориться надо, нам бы зрители стола не простили, если бы мы встали. Базара нет. Всем рахмет, мы спасли этот турнир, я думаю, что нужно делать его в марте, судя по всему, следующий сезон же в апреле, да, где-то должен начинаться, ну, обычно. я думаю, делать надо в марте, и делать надо, может быть, в лайф-арене, например, или во дворце Вина Русмана, в каком-то суперсовременном месте. Спасибо, Камил, что... Между ними кто-нибудь сядет, или все, в этом уже нет необходимости? Это уже нет необходимости. Теперь это мой кент. Теперь надо дожить до боя, с таких никаких экстренных ситуаций. Чем дружелюбнее будут между вами беседы, тем дешевле будет стоить турнир. Поэтому давайте этот... Вряд ли этим пахнет. Ну все. Спасибо, Камил. Спасибо, парни, я поехал. Надо кое-куда, кое-где быть. Кое-кому. Все. Давайте. Всех рад видеть. У нас завтра матч с Чистопитером. Здесь же все напрямую, в четверть финала попали. Прямо еще на минуту. А мы единственные, кто в одной восьмой, между прочим. К Чистопитеру сейчас есть вопросы. Ну, точнее, был резонанс. По поводу того, что после их матча получил отстранение судья. А, да. У Станоса возникло очень много вопросов. Что вы думаете? У вас с ними матч. Как я понимаю, за Чистопитер опять будет играть генеральный директор клуба «Зенит» Медведев. Александр Иванович. Ну, играть как он. Ведет мяч. Он выйдет. Да. Но у него есть деньги. Ну, раз такой расклад, я тоже выйду завтра на двух костылях. Кто мне может запретить? Правильно? Ну, не напрягает эта тема? Вообще не напрягает. Если честно, я не разу, наверное, за всю историю медиафутбола, нашего, нашей истории, на судей не пенял. Вообще, мне кажется, что эта тема немножко... Будем надеяться, что следующее число будет низкой милой. Это тема немножко... А, я ухожу до того, как вы начнете судьей бронить. Эта тема немножко раздутая. Выходите, выигрывайте. Я думаю, что все в наших руках. Там в Питере были проблемы. Да. Ну, я представляю, выходит питерский судья. Не, не питерский. А, не питерский, да? Москорский. Ну, тогда в вашей индустрии тоже на судей пеняют? Да. Нередко. У нас, знаете, какой есть фактор? Реально, есть фактор определенного давления зрительского на судей. То есть там не предвзятость, а вот именно давление, когда он понимает, что он там находится в городе, где все болеют за этого человека, и на судью это начинает давить. Это реально так. Все люди. Вот в Питере, может быть, то же самое произошло. Там питерские зрители, знаешь, они как бы на судью надавили, возможно. А мы же в Москве играем. Или питерские генеральные директоры. Все может быть. Ничего себе громко. Ну, кто знает. Громко. Ну, в целом, мне нравится эта история. Мне нравится, что мы играем с медийной командой, которую при этом нам сегодня по силам обыграть. Я не говорю, что мы не обыграли бы там Амкал, Тудроц или Броуков, но это было бы реально сложнее. По факту. Мы же в этом сегодня сыграли, например, с Броуками. Все стало понятно, потому что мы послабее на данный момент. А с Чистя Питер вроде вокруг них очень много разговоров, а при этом команда пока, ну, не очень сильна. Да, все равно это интересно. Не очень сильна. И нам поэтому, для нас это классный матчмейкинг. В этом плане нам повезло. Завтра сделаем все возможное. Поздравляем вас. И невозможно. Спасибо, Парда, это был первый раз. Да, удачи, короче. Давайте. Все. Как и договаривались, с Титаном 1-1, но... Март 2024. Ну что? Что? Ну что, бойцы? Ебальники будут биться сильно? Сивыч, ты настроен? Уничтожить нас с Леди Райзена? С ноги, блядь, желание есть бешеное. Но есть ненависть внутри, скажи честно. Ты же еще контент можешь на этом поснимать. Я думаю, в процессе до начала. Я думаю, да, конечно. Человек молодой уже начал движуху. Я не очень представляю вообще даже... Не, я начну снимать. Я пока просто начал снимать. Я не очень представляю даже, как это ощущать, вот эту историю с тем, что нужно какую-то грушу бить, что-то там, еще лапы. Честно, для меня это вообще другой мир. То же самое. То же самое. Это интересно. Но при этом меня подогревает твоя искренняя ненависть. Но у тебя она есть? Нет, она у меня неискренняя ненависть. Если бы я тебя ненавидел, Ты бы упырнул? Я по-другому бы, наверное, на тебя... Ты же говорил, если он не подпишет, ты будешь по-другому говорить. У меня есть большая неприязнь. Великая неприязнь. Ты понимаешь? За многие слова. За многие слова. Я вообще... Сип, давай откровенно говорить. Ты человек, который просто людей, как и я, базара нет. У меня были эпизоды в МФЛ, когда я людей там мог на эмоциях оскорбить, злобанным компьютером печатаешь тексты, которые просто оскорбляют людей вообще без понту. Не просто, а обоснованно. Если человек, допустим, пиздит, я говорю, пиздобол, разве это не обоснованно? А с чего ты должен быть каким-то третейским судьей в медиафутболе? Не надо быть каким-то судьей или с каким-то образованием, чтобы видеть, что человек пиздит, когда ты определенно склеиваешь два момента фактов. Вот, например, Димка Егоров, твой президент, говорит несколькими днями ранее, мы несем добро, мы теперь супергерои. И на матче творит полнейшую дичь. Ну, какую дичь? Она нарушает, я не знаю, что какой-то порядок или что это делает? Ну, как минимум, да. Когда ты выбегаешь на поле, пытаешься толкать судьбу и обзывая его некультурными словами, это как минимум на добро не похоже. Чуть-чуть. Просто не понимаю, с чего ты вдруг на себя взвалил эту ношу? Ты же человек, который играл договорняк. Ну, вот видишь. Ты сейчас продолжаешь вкидывать. Пруфы будут? Пруфы? Конечно-то так, как говорили. У тебя, Пруфы на видео, как ты защищался. Ну, отлично. Райза, а ты считаешь, что тот матч в Саранске договорняк? Ну, ты считаешь его договорняком? Ну, вот честно. Я считаю так, это был матч, где часть игроков его, типа, делала шоу матчем, сливала. Ну, давай определенный результат. Но это договорняк? Ну, да, это договоренность. О определенной результате. Ну, смотри, по этой логике тогда ваш матч с Fight Night тоже договорняк? Ну, ты же понимаешь, сейчас ты сравнил. Мы, когда сделали результат, выиграли команду и просто выпустили игрока, чтобы они забили гол. Это не договорняк. По твоим критериям, это тоже самое. Это третий сценарий, ты понимаешь? Смотри, если бы мы, допустим... Ну, ты же понимаешь, что вот это, допустим, могло повлиять теоретически на исход турнира? Каким образом? Ну, по разнице мяча, если бы считали, допустим. Но этого же нет. Ну, к примеру. Просто я к тому, что если ты считаешь по тому критерию, что это договорняк, то тут такой же критерий. Нет, здесь другой критерий. Смотрите, объясняю. Когда у тебя внутри команды находится часть блогеров-футболистов, которые думают, что вы играете матч смерти, а, ну, это там, Дима Егоров, мне-то, типа, я особо не футболист, мне без разницы был, там, Ставр, Костя, еще там, ребята, Эльхан, да. Райсон, да не может быть матчем смерти, когда у тебя выходит саня ФИФА, кефир в защите. Но, тем не менее. Это не может быть матчем смерти никак. Ну, извини меня, это люди, которые играли в полную силу. Дружище, я бегаю, блюю за каждого, блядь, каждый рывок, 15 минут, потом охуеваю, и где-то, конечно, и стоишь вот так, и стоишь и смотришь, так, с ингубинатора. И где-то могу не добежать, но это очевидно. Ну, давай, проходи. Я просто сидел здесь неделю назад. Нет, я понимаю. Все же разно, мне кажется, ему не надо пытаться объяснить, что это не было. Он же реально, вот это опять он занимается пропагандой. Нет, смотри, пропагандой, ты сейчас просто отнекиваешься. Все просто, если есть у тебя пруфы, я просто не буду... Да, у меня есть пруфы, я тебе говорю, у меня есть пруфы. У меня есть слова, ребят, внутри гостиницы, когда они узнали о том, что часть игроков... Ну, так давай сюда, чтобы мы сейчас посмотрели, сказали... Давай Хана позовем, давай Ставра позовем, давай вспомним, как ты ливанул из чата Амкала после того, как эта история поднялась. Что ты ливанул вдруг? Тебя это так сильно задело? Ты был в этом чате, когда очень многие... По-моему, не было такой... Нет, там был общий счат. Нет, я не ливан точно. Я тебе говорю, понимаешь... Ты сейчас придумаешь какие-то факты очевидные, я матч не сдавал, ни о какой договоренности я не знал, я тебе это утверждаю и говорю честно. На полную силу... Ответь мне сейчас, ты сейчас на полную силу кувался против того сына губернатора. Я тебе только что объясняю. Да. Ты хуяришь минут 15-20, отрабатывая за половину людей, которые у нас не могут бегать, а потом где-то, конечно, ты дышишь, потому что ты охуеваешь от того, что ты бегаешь. Я тебе просто говорю свое видение. Если у тебя будет доказательство, что матч договорной, я буду по-другому разговаривать даже со многими представителями Амкала. Потому что для меня это будет... Ты тоже, да, Леонид, что из Амкала как Федя? Если у тебя будет доказательство, что это матч был договорным, я говорю, что я из Амкала... А если мы предположим, что вы вот такая темная мафия, которая разговаривалась... Для меня это будет большой удар по репутации, я тебе так скажу. С такими вещами я никогда не связывался. А тогда объясни мне, вот после того, как мы вышли из этого поезда и прочее, почему тогда все говорили, что больше мы такие матчи играть не будем? Это о чем шла речь? То, что все все прекрасно понимают... Там не было такого контекста, что больше не будем играть, но то, что мы будем предпринимать действия, когда судья такую херню творит, вплоть до ухода с поля, вот про это шла речь. Если мы видим, что какая-то дичь происходит, то мы это в процессе решаем. Тогда не было понимания, что делать, когда судья рисует пенальти на ровном месте. Странно, это так не проговорилось. Тогда было так, что, ребята, больше такого не будет. Нет, такого не было. Ты сейчас придумываешь факты. Ладно, видимо, мне не то слышалось. Давайте двигаться от этой темы. Давай двигаться. Все уже договорились, что ты договорились. Нет, я тебе просто еще раз говорю, если есть пруф, я с удовольствием их сам выслушаю. Пруфы видим. Это я тебе объясняю. Как ты играешь, ты людей с двух ног прыгаешь, блин, по КД, когда матч что-то решает. Или какая-то принципиальность малейшая есть. Для меня каждый матч решает. Да, а тут просто выходит паренек, и ты такой, окей, ладно, тут все понятно. Все понятно, базара нет. Давайте чуть-чуть к Туру вернемся. Давай. Потому что действительно был большой резонанс. После матча чисто Питер десятка. Казалось то, что по уровню десятка должна обыгрывать спокойно. Проходит матч 2-1, несколько спорных эпизодов, жесткие высказывания Станоса. После этого происходит отстранение судьи. Еще помимо эпизодов можно опять же косвенно, но заподозрить, что игроки как будто бы не выкладывались на полную силу. Но это никак не проверишь. Кто? Игроки десятки? Ну как будто бы да, они по классу должны были прям переезжать. Подожди, как будто они злились. А ты как можешь, давай у эксперта спросим. Ну да, я как бы на это намекаю. Что? Федос. Я не знаю, не смотрел матч этот, что мне говорить. Я могу только факты сопоставить. Короче, вопросики и немцы, поставь. Ну странный матч. Мне больше реакция лиги здесь не понравилась. Почему? Объясню. Вы помните матч прошлого сезона дружина, который, дружина Амкал? Да. Который судил Воробьев. Не претензию к вам, вы там не виноваты. Это там его приколы были. Он как будто бы просто сел на дружину и начал бегать по полю, триггерить, говорить, сейчас что-то скажешь, я тебе удалю нахер. Ну ты помнишь этот матч. Тут реакция типа лиги вообще максимально нейтральная. Никто даже не высказался толком. Хотя по факту тип заруинил, но дружине многое. Они бы все равно, скорее всего, проиграли. Мне кажется, что после этого Воробьев ни разу не получал, это не объявлялось, но мне кажется, он ни разу не получал назначение основным судьей ни на один из матчей медиалиги вообще. Я могу ошибаться? По-моему, было нет. По-моему, нет. Но он ассистентом был. Но понимаешь, и здесь странно, всегда судьи вступались за, точнее, лига вступала за судей, а тут такой момент произошел, что как-то, во-первых, сначала не понял, почему один говорит, что его отстранили, потом второй опровергает, потом по итогу все-таки отстранили, потом оказалось, что еще и Воробьев. Ну, здесь нет четкой позиции по этому моменту. Его же должны за что-то отстранили. Если отстранили, то за что? За ошибки в матче или за что-то они узнали. И еще такое звучало мнение, да, вот как раз от представителей, которые принимали это отстранение, якобы, это не отстранение, просто мы больше не даем ему игр. И звучит, как будто, блядь, ну, типа, мы тебя увольняем, приходим на работу, но денег не получаешь. Ну, типа, блядь, это же есть отстранение. Глава именно судейского корпуса Юрий Апанасенко сказал про то, что это отстранение, потому что он допустил ошибку в ключевом моменте, который он, кстати, признал. Зобов. Ну, тогда это справедливо. Ну, тогда это справедливо. А почему это так не озвучиваешь? Но при этом озвучили то, что не только отстранение на плей-офф четвертого сезона, но и на пятый сезон. Я думаю, что там действительно менялись показания. Мы следили за этим с помощью телеграм-каналов. И сначала было отстранение на пятый сезон, потом Картава говорит, что нет, потом все-таки говорят, что да. На четвертый, пятый. Да, и в итоге, ну, вот последнее, финальное, я так понимаю, что выступил Апанасенко, который, как мне кажется, и должен такие штуки резюмировать, как глава судейского комитета. Вот. И сказал, что, ну, все логично, абсолютно объяснил. Вот хотя бы после этого, когда... А это появилось только сегодня. В вторник, когда мы снимаем. Мне кажется, только во вторник. В понедельник. В понедельник? Хорошо, в понедельник. А матч был сыгран в воскресенье вечером. Да. Вот. И вот только после слов Апанасенко хотя бы стала ясна, стала ясна причина. Потому что до этого, когда были там отстранения, да, от Коли, еще кого-то, было непонятно. У меня первая мысль была, в чем дело? Почему у вас, типа, что, появились какие-то доказательства того, что там, не знаю, арбитр брал бабки или что-то еще? Вот. Потому что это была моя первая мысль. Выглядело необычно. Но при этом... И когда мне Коля... Я вчера видел Колю, и когда мне Коля говорит, что дело не в этом, я говорю, Коль, ну тогда тебе надо написать пост или где-то выступить как-то с вот этими вот самыми объяснениями. Почему? Потому что, вот я говорю, у меня, как у читателей телеграм-каналов, первая ассоциация такая. Странный момент в том, что это что, первый судья, который у нас в медиалиге, ошибся? Да. И почему тогда его за ошибку берут и выгоняют? И еще сам, я так понимаю, кто главный судья в этом комитете? Апанасенко. Апанасенко. Из-за него, вроде, из-за его ошибки не вышли в прошлом сезоне. Это не он был, когда деньги играли с Эйглеси. Ну тут знаешь, еще была история, если вы... Тут, опять же, не знаю как и почему в целом там, есть и логика в том вопросе, но с другой стороны, ну а когда-то с чего-то же тоже надо тогда начинать. Если до этого этот орган не работал, то в какой-то момент он должен заработать. Мне кажется, здесь велик еще вот этот нюанс, что команда вот эта вот, по сути, по сути, бюджетная. Я не знаю, там как у них распределяется. Нет, она не бюджетная, она сейчас коммерческая. Сейчас мы не нашли, но сезон начали. Я уверен, что начало было, там точно были деньги зенита, газпрома. Да, они там продолжают быть. Я уверен, что у них ресурс позволяет это всегда подключить. И вот этот момент, который связан в том числе с большим футболом, с рядом там слухов, так скажем, вот он как бы в том числе... Давай сейчас просто чуть-чуть все равно конкретизируем, чтобы не выглядело это, как типа мы тоже сейчас как-то потасовываем факты. Есть команда «Чистый Питер», которая все равно зенит и оплачивают, ну точнее предоставляют базы для тренировок, зенит предоставляет всякие возможности, в том числе и продакшн и так далее. И первые три месяца она существовала только на деньги зенита. Там у зенита разные источники дохода, ключевой это газпром и так далее. Но деньги давал зенит как спецпроект. Сейчас у них появился свой спонсор, как минимум... Который все закрывает прям? Вот это неизвестно. Да, но я могу сказать, что у них очень хороший бюджет. И я думаю, что он закрывает точно все. Ну, мы это не узнаем, потому что вряд ли это кто-то когда-то покажет. Просто чтобы это было честно все. Премиальный Медведев получил от Бэтбума именно в этом матче. Слухи, кстати, ходят, что Медведев прям зашел в раздевалку после матча вот так раздавал всем премиальный. Прямо из кармана. Прибетами. Не прибетами. Короче, давайте с этой темой тоже как-то конкретизируем. По поводу Зобова. Если вы вспомните, когда Коля Осипов был у нас на столе после инцидента с Сахалинцем, он как раз высказывался про Зобова и эпизод, когда этот судья прям в трансляцию говорит, ну что, опять булетальти, как я заебался, что-то такое. Поэтому, возможно, вся эта история состранением это какой-то накопительный процесс. Вполне. Окей. По этой теме я думаю тоже все в целом. Ну просто плохой прецедент. Странный очень. Он странный. Он странный. Если бы, вот допустим, был один пост Коля Осипова, мне еще что не нравится, это не то, чтобы претензию к лиге, но вот Картава и Коля, да, у нас с трансферами такая суматоха из-за этого произошла. Но должно быть одно какое-то мнение. То есть, понятно, что департаменты разные, да, условно, Дима Картава, он больше за спортивную часть отвечает, но должно все было закончиться одним постом. И меня более всего, больше всего поразил пост самого Зотова. Он какой-то суперпокорный. Зобова, да. Вот Зобова. Он как-то вообще одностроение написал, я принимаю, все, понимаю, до свидания. Зато, когда Жилинский приколов навкидывал, он говорил, да что они там, туда-сюда, хотя бы пьющих моментов в лиге было намного больше. Но здесь нужно сказать, что и Стас тоже грамотно все сделал, потому что он поднял шумиху на максимум, насколько это было возможно. Многие клубы, допустим, страдали, могли прострадать от решения судей, и это было бы не замечено. Просто потому, что нет резонанса. У нас завершился групповой этап. Ваше главное воспоминание от этого сезона. Лично для меня он получился именно групповой этап. Немного скомканным, потому что много выездов, и как будто бы вообще не было целого. Да, на Тудорос ездил постоянно. Ну а как? Как ты хотел? Брать, кто-то к Укироси пишет историю. Уже все закончилось. Да, ну. Но она была славная. Троеточка? Или просто точка? Триточка, конечно. Для тебя что? Ну, странный групповой этап, действительно. На Тудорос ездил? Да нет, просто мне... Ну, хотя я и на Эмире сбыл. В общем, мне не понравились новые команды, к сожалению. Опять. В очередной раз. Я что-то всегда как-то смотрю на это, знаешь, с позитивом, думаю, о, прикольно, может, что-то они дадут. А потом бум, и ты смотришь, какой результат в матче их был сыгран, и все. Ну, то есть, какого-то вот этой шумихи нет. Комьюнити немножко остановило свое развитие. Ну, да, то есть... Про новые команды действительно... Вот меня тут просили назвать любимый вопрос. Три разочарования этого сезона. И там было как раз две команды из новичков. Это Кикстаун и Стармикс. Когда команды заходят, ты от них что-то ждешь. Можно хотя бы чуть-чуть как-то, да, выступить. Минимально, но какой-то вот минимальный резонанс дать. И там, условно, у Уральца этот минимальный резонанс, он получился. Приглашением Гуркина, приглашением Ильхана. Ну, там, как сказать, повезло, не повезло. Кстати, подписанием не картонной Ставра, а подписанием Ставра. Это все-таки тоже была новость на всех телеграм-каналах. Главное воспринимание видос. Плюс обыграли... Видос, да, видос. И еще и Амкал обыграли. Ну, то есть, у них вот это вот все так сошлось. С чисто Питером там тоже понятно, что у них были резонансы. А вот от Стармикса и от Кикстауна я видел там, репостили какой-то видос от Кикстауна, но он там просто был одним из многих видосов. Вот. Вот. Ну, я думаю, кстати, у тебя, наверное, вот так предугадать пытаюсь. Главное воспоминание это, наверное, выезд в Минск. Ну, вот первое, что мне пришло в голову, это матч в Борисове. Да, тоже. Именно не выезд в Минск, а матч в Борисове. Первое, что пришло в голову. Ну, вот я сижу еще думаю, поэтому пообсуждайте пока. У тебя вряд ли выезд в Минск. Я думаю, это довольно яркое. Что-то пришло в голову тоже. Но в целом для меня запомнился с негативных именно сторон всякими ММА-историями на поле, около поля, которые продолжают. Это началось со стыков, кстати. Наше дело. Ну да, то, что... И самое главное, что нету соответствующей реакции даже комьюнити и тем более вот этих верхушек, которые не пытаются жестко пресекать. Не, а что-то положительное. Положил на это все я. Хер свой. Некит. У вас еще и кубок был. Ну да, и... И кубок, наверное, дарил, знаешь, максимум эмоций во время этого группового этапа. Поэтому просто делали свое дело. Был прикольный выезд в Нижний. Играли с Десяткой. С какого-то хуя человек, который напал на президента, до сих пор играет. Я не понимаю, почему. Ну ладно, фокус. Вот это из момента, который я получил. Ну ладно, это... Ли Харви Освальд. Ну, кстати, Пьер Броков тоже одно из главных событий группового этапа. Супергеройская? Ну да, это прикольно. Это хорошее. Особенно то, что это было именно софт-такой. Ну это все равно самое... Сейчас будет, блядь. Сейчас она будет, нахуй, блядь. Зырный это ролик, блядь. Да не, ну знаешь, иногда, кстати, как будто бы группового этапа это идеальный момент для всяких перфов, что-то развлекух, потому что плей-офф уже все на серьезе максимальном. Уже нет, знаешь, типа такого, что оу, можно там какую-то приколюху сделать, еще что-то. Организация мне еще понравилась очень. Вот по ходу группового этапа я уже отмечал это, но я говорю, надо не забывать не только ругать, но и хвалить. Как будто бы в этот раз все, что пообещали, ну почти все. Были большие стадионы, их было много, эти большие стадионы получили многие команды. Охеренные гостиницы были при выездах. Гостиницы, перелеты, возможность для болельщиков оставаться и фоткаться на трибунах с командами. В общем, ну правда, все было на очень хорошо. Из-за организации, если я не ошибаюсь, по-моему, на президентском столе как раз мы обсуждали про то, что в этом сезоне будет меньше людей на бровке, их меньше не стало, и будет рейтинг судей. Этого тоже, по-моему, не сделали пока что. Я так понимаю, что это из-за недостатка. Это про рейтинг судей. Ну и знаешь, вообще лига, в принципе, заинтересована была в том, чтобы какие-то вопросы решать. Вот у нас неразбериха с Амкалом по поводу Алишера возникла, но пришли, компромиссу решили. 200 тысяч. Ну, как я понимаю, они заплатили им, да. Но могли ничего не платить. Могли нам сказать, что вы, типа, ошиблись, я бы тогда чувствовал себя реально обиженным. 200? Я не знаю, клянусь. Это ты эту сумму вообще взял. Нет, я тебе серьезно говорю. Мне тоже самое говорят, что 200 тысяч. Может быть, по факту и больше заплатили. Потому что я знаю, там за некоторых игроков чуть ли не по 600 тысяч платят. И в целом, самое, мне кажется, главное достояние того, что вот сейчас происходит, мы так устаканились. Уже понятно, что и что. В принципе, медиафутбол живет. Лига функционирует. Интерес к ней не вырос в этом сезоне. Но вот плей-офф может, мне кажется, дать эффект бум. Не появилось ни хера нового контента, кстати. Никакого нового контента от команд, который бы как-то разорвал и привлек к себе внимание. А стали делать промо, это прикольно. И там условно... Ну, его и делали, слушай. Некоторые команды его делали. Может быть. Но вот у меня ничего не запоминалось. Сейчас там вот запомнилось действительно промо уральца. Тут же эгреси, они все время делали. К матчу с Народной запомнилось вот сейчас. Но не появилось какого-то разрывного контента, какого-то нового формата, может быть. У меня, например, запомнилось то, что Десятка делает. Вот это бинго. Вместо обзоров матчей достаточно скучных, они делают эту историю с бингом. Ну, это вот опять-таки вкусовщина. Но это набирает. И они зовут туда достаточно медийных людей. Ну, мне кажется, много это вообще не туда. Ну, это лучше, чем делать просто обзоры матчей. Ты вообще, да, Десятку не любишь как-то? Не, ну, я бы говорю, конкретно формат какой-то. Мы вот обсуждали то, что, например, деньги делают обзор матча за 4 минуты теперь. Ну, типа такой с озвучкой ускоренной. То есть мне нравится, что команды начинают экспериментировать. То есть не просто делают все одни и те же. Получается, появилось это я не очень внимательно скажу. Ну, сложно за всем усынить. По факту команд там много. Много команд. Да и появится на самом деле, вот Филос говорит, вот жалко, не появилось что-то новое. Появится, когда будет какой-нибудь блогер, который с нуля начинает сейчас выстреливать, они дорастут до того, что они сделают свою медийную команду, вот у них будет появляться новый формат. А когда приходят, блять, просто там о, медиафутбол, что там, продюсер, придумай пару идей, что-нибудь такое, блять, давай там мужика поставим, блять, бингас, сыграем, ебать. То есть это, конечно, ничего не будет придумываться. Здесь нужны энтузиасты, которых пока что в нашем комьюнити нет. Кстати, реально, давно не появлялось новых лиц, новых людей. Всему свое время, братан. Они сейчас растут, они сейчас вдохновляются Тудротс, они появятся через 5-10 лет, я уверен, молодые ребята, которые будут разъебывать. Обожаю пародии от Некита. Очень похоже всегда. Вы пропускаете все стыки, вы напрямую вышли в 1-4. У вас проклятие есть? Есть. Что думаешь? Побаиваешься? Да, слушай, оно же на Одинцова распространяется. Там была вероятность того, что мы перенесли 1-4 на Одинцова, и Диман говорит, давайте, во-первых, мы бы играли бы в понедельник. Сахалинец спросил, у них реально неадекватный календарь, но это слишком ужасно. Сахалинец уже готовится под 1-4? Панцы! Сейчас инсайдский, ну, короче, условно, с кем Сахалинец? Вероятность такая была, что мы могли там как-то там договориться, но я понимаю, что это трагедия была для нас, потому что мы бы играли в понедельник, меньше времени на восстановление, переход на траву, сейчас-то мы на префайр начали переходить, и проклятие есть, можем закататься, а можем и против. Поэтому у нас, у меня, конечно, страхи, я думаю, мы с Титаном закатаемся, я буду опять приезжать на матч, и думаю, ну вот и все, закатались. Если вдруг так случится, что вы летаете опять, это полная смена вектора развития, вы там меняете тренера, меняете команду, или вы верите в команду тренера? Нет, нет, я честно... Райзен же за Арсенал болеет, ты чего? Он будет верить в Извездину лет 20. Это самая мерзкая и подлая шутка, которая здесь прозвучала. Проебеня даже было намного слабее, честно скажу. Вот после этого я тебя реально стал не любить. Я тебе так скажу, мне Игорь очень нравится. Все, что он делает, это в долгую. Я понимаю, что сей секунд это не произойдет. Нужен подбор футболистов. Тут у нас Артем Хачатурян. Иногда он приводит, я думаю, емае, вот это пушка. Иногда он приводит, я думаю, емае, что с этим делать и сколько это стоит. Я не хочу менять вот этот вектор. Мы, мне кажется, выбрали правильное направление. У нас нет в команде гондонов, и мы теперь играем в хороший футбол. И тем временем у нас еще и появились какие-то медийные ребята. А вот были гондоновы? Да, ты сказал, теперь нет. Кто был? И кто посоветовал убрать всех гондонов? Кто был? А так и не скажешь. Видимо, мне опять показалось, емае, ссори. Вот это был, походу. Да, не было, не было. Окей. То есть вы сейчас на правильной дорожке, если понимаешь, о чем я. Вот это тупо, я не могу сделать. Сука. Ну, ты кого хочешь? Я? Сахалинец народный. Ты знаешь, мне кажется, вот на самом день матч неоднозначный. Ты кого хочешь? Я? Да. Народную. Без упреков к Сахалинцу. Просто мы с Сахалинцем играли, хочется с новой командой сыграть. Нас все время с народной. А, вы тогда в Нижнем играли? Да, в Нижнем. Нет. В отличие от себя, я хочу женщин, а не обоих. Это вроде хорошие шутки. У вас есть предпочтение? У них-то, конечно, есть предпочтение, когда жопу ебут. Чистый Питер. Че ты хуйня? Че с тобой стало бы? Нет, нет, понесло, конечно. Никита молчал в первые 30, да, 35, потом понеслось. Давай, давай. Нормально. Мне кажется, Чистый Питер поинтереснее. Чем кто? Чем кто? Было бы сыграть с Чистым Питером поинтереснее. Чем с Fight Nights. Опа, при Камире Батакскал? Конечно. Неуверенно сказал, конечно. Чистый Питер как будто подрубнее история, да, в целом? Какое-то, может быть... Не играли с ними никогда. Ну да. Вот. Интересно, в меню. Да. Опять же, было бы, конечно, очень круто сыграть в Чистый Питер. Это две равные команды, мне кажется, там вообще исход непонятен вот в этой паре. Че думаешь? Не знаю. Вообще, ну, то есть, не смотрел матч ни одной, ни другой команды. Только по обзорам видел, поэтому сложно сказать. Отвечая на твой вопрос, мне, да, интереснее было бы там встретиться с Чистым Питером, потому что там побольше, как минимум, моих каких-то старых знакомых, приятелей, корешей. Да просто ты потом в Чистый Питер перейдешь по этому тву. Ну, панцы. Думаю, нет. В финале, спасибо, что пришли, встретимся после 1-4. Сегодня, мне кажется, был самый продуктивный стол, такого еще не было. Самый продуктивный стол, да, мне тоже так кажется. Самый продуктовый, как говорит Стас, просто класс. Спасибо. Вам спасибо, что позвали. Вам спасибо, что пришли. Вам спасибо, что смотрели, подписали. лайкайте и подписывайтесь. типа, я это давно подписал. Сложно было. Так ты не читаешь условия, конечно. Да мне зачем читать, я твой страх читаю в твоих глазах. Мне этого достаточно. Разнимай, разнимай. Я видел, я видел тот ролик в Минске, я понимаю, про что я говорю. Принесите мне кофе, я напишу заявление, все хорошо. Знаешь, самое странное, что самое странное, ты человек, который реально обомкали, вот за каждую собаку впрягался, а вот тот эпизод из-за тебя никто не впрягся. Как это вообще возможно? Мне так кажется. Если объективно говорить, я наоборот... Мне так кажется? Да, тебе так кажется. Мне так не кажется. Я же видел. Нет, Фидо же сказал, это показывает их как раз, что они вот прям вот святые. Вот они самые лучшие. То, что никто не впрягся, это делает их умницами. Ты перевираешь по словам, если уж мы не закончили. Я никогда не говорил, что это показывает, что мы святые. Вот понимаешь, как легко просто подменять слова... Пропаганда, скажи это слово. Да, пропаганда, пропаганды, да, да. Все занимаются пропагандой. Парный бой будет или что? Ну, когда ты перевираешь слова... Ну, ты смысл понимаешь? Или реально не понимаешь? Смысл, честно говоря, ну, я сказал, что это было правильное поведение, правильная модель поведения. Почему это правильная модель поведения? Когда твоего, ну, сокомандника бьют? Ну, раз уж мы решили, мы сегодня делаем дайджест по всем новостям за все годы медиафутбола, видимо, потому что это переросло бы в массовую драку. А если бы его продолжили бить? Мы бы оттащили. Меня там не было, но мы бы оттащили. То есть ты бы нормально отнесся, если бы тебе просто накинули бы и у тебя команда ноль реакций бы проявила? Да нет, мне кажется, самое грамотное реально в этой истории просто разнимать людей, которые либо дерутся, либо один дерется, второй не дерется, либо какая-то еще суета. Самое грамотное это просто разнять. Ты не понимаешь, самое грамотное хоть какую-то реакцию проявить. Охуительную реакцию проявил. Идеальную. Дерусь только за деньги. А человека оттащили и не допустили массовой драки. По-моему, это по-взрослому и грамотно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok